всем привет спасибо что пришли в общем как вы видите на афише в общем примерно это наша сегодняшняя тема вот и говорить мы будем с ноковым и с хуави наши довольно известные петербургские продюсеры каждый из которых на данный момент уже проделал большую работу в области электронной музыки и заимел скажем так большой багаж теоретических и практических знаний вот о которых мы сегодня поговорим но поговорим в разрезе того что живем мы все-таки в 2023 году и музыка как и любая другая дисциплина и в том числе технологии не стоит на месте все очень сильно меняется появляются новые инструменты новые возможности в использовании каких-то своих креативных идей и в их воплощении вот и использование скажем так компьютерных технологий и каких-то облегченных систем сейчас уже очень сложно игнорировать но к сожалению до сих пор у для многих это какая-то либо табуированная тема потому что есть такая как бы миф что именно через тактильность до приходит к это ощущение музыки вот плюс есть еще некое опасение вполне разумное того что софт компьютеры и пэда все это довольно может быть сложно потому что функционал очень большой вот поэтому сегодня хочется поговорить конкретно о том что на самом деле все эти софтовые приколы скажем так они на самом деле дают большую довольно широкий спектр возможностей при этом для того чтобы делать крутую креативную музыку интересную современную и скажем так такую который еще не было достаточно идентифицировать какую-то свою зону комфорта и в общем то просто делать 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 музыку вот связи с этим у меня первый вопрос к вам ребята привет для начала вот первый вопрос такой начнем с тебя как ты вообще пришел к софту естественно ты наверняка как бы работал с железом какое-то время вначале но я изначально пришел года и как ты вообще знать на начал взаимодействие с софтом расскажи пожалуйста ну вообще мы первые потоки музыки были через софт не через железо и начинал я вообще струнтейболизма как называемый диджейнга и постепенно захотел сам создавать музыку и собственно начал пробовать себя во фрути лупс то есть у меня изначально не было никаких синтезаторов не было никаких драм-машин ничего подобного не было уже по происшествии какого-то времени я купил себе mpc 2000xl но в те времена собственно не было никаких туториалов не было никаких инструкций и я его купил всю зарплату обрадовался пришел домой поставил включил выключил да и все это сразу логичный вопрос какие сложности были на старте с освоением старта ну учитывая что я вообще не из мира музыки то есть меня нет никакого образования и изначально танцор и занимался танцами и поэтому для меня все было сложно все было непонятно ровным счетом как и фрути лупс весь этот интерфейс был мне непонятно короче без разницы типа фрути лупс или а к м пи си у тебя стоит на столе это это непонятно и то это сложно сейчас уже не совсем так но честно признаюсь у меня такая ситуация была когда я первый раз лоджик открыл я просто был скажем так мягко удивлен количество возможностей вот но алёша что ты скажешь как у тебя это было ну у меня сейчас все идет через призму нашего предыдущего с тобой разговора поэтому я постараюсь как-то покороче на самом деле мне кажется неважно через что человек осуществляет свой первый вход чат потому что в любом случае от начинаешь ты ничего не понимаешь что происходит вообще сейчас я на самом деле удивляюсь как люди даются какими-то вообще вопросами когда вы просто на ютюбе можете любой вопрос задать как там посадить огурец до или да как как правильно кушать бананы там когда его сколько и какого цвета они должны быть то же самое с продакшеном на самом деле вот что кири что я и что ты и куча других продюсеров начинали тогда когда абсолютно ноль информации вообще ноль но когда я нашел инструкцию какая и начал читать его первое дело когда я начал переводить я не знал английского языка там написано хай-хэд я перевожу как бы я не знаю что такое хай-хэд мне привет шляпа я распечатывал да привет шляпа и ты сидишь такой типа ну сейчас это дичь просто да сейчас это дико но на самом деле как даже бывает людям ты только только начинает говоришь слово кик там кик драма нет что это такое да ты такой думаешь да то есть у тебя прошло там 15-20 лет когда ты все это выискивал и все накопилось у тебя с вами библиотеку уже у тебя же фрутилус головного мозга да и ты уже начинаешь как в этом ориентироваться но в принципе еще раз говорю неважно откуда ты заходишь и из чего ты начинаешь важно вообще в первую очередь это желание все остальное мы уже потом как бы пройдем то есть еще раз говорю сложно и там и там сейчас разговор о чем то есть на сегодняшний момент 2023 году ты вот сейчас начал с того что тактильность я меня это зацепило тактильность да вот тактильное ощущение вот я сейчас если ты эту фразу сказал я смотрю на ipad и думаю вот реально я сам пробовал поэтому знаю это ощущение то есть когда ты делаешь на компьютере или когда ты делаешь на синтезаторах и драм-машинах музыку это то есть на компьютере это одно на драм-машинке это другое но есть у тебя компьютер и меди клавиатура или какой-то контроллер это практически то же самое что физический синтезатор к разговору о физических тактильных ощущениях это то же самое можем об этом отдельно поговорить но ipad это отдельная история потому что здесь тактильность совсем другая то есть то же самое что мы привыкли себе iphone и скроллить до телефона здесь ты можешь управлять конкретно звуком сэмплом здесь ты точно также на экране как можешь свапать и так далее тапать свапать но ты также играешь на клавиатуре только по экрану это совершенно другой experience об этом кирилл же должен будет отдельно рассказать ну короче на сегодняшний момент возможностей триллиард страхов еще больше у тех кто только-только начинает да не безосновательно я удивляюсь на самом деле тому что люди сегодня имея возможность получить информацию начиная с википедии заканчивая у друга спросить в телеграме да информация вся есть абсолютно и она бесплатна и ее дофига и разные варианты есть вопрос только в том что если ты хочешь начать заниматься музыкой тебе просто нужно понять чего ты хочешь вот какой твой путь как тебе удобно делать музыку и собрались сегодня чтобы немножко есть предубеждение короче где мы с тобой говорили чуваки на самом деле на сегодняшний момент до сих пор осталось я просто в шоке потому что до сегодняшний день реально наверное но не подавляющий на половина половина людей до сих пор которые уже давно в деле и которые только входят до сих пор убеждены что реально хороший качественный звук доступен только на железе это бред собачий вот поэтому меня следующий вопрос вот я бы хотел что сейчас каждый из вас сказал за что вам нравится почему вам нравится работать софтом какие бы вот вы сейчас уже выделили да основные моменты в этом вопросе то есть вот не знаю три четыре пункта давай вместе которые бы скажем привлекли как раз таки внимание аудитории которые считают что компьютер звучит как бы плохо да нет никаких пунктов это все это все не имеет никакого значения нужна музыка хорошо но смотри сам факт тебя открыто драмашины все по большому счету нет ну смотри мы давай мы сегодня говорим о том что мы вот используем софт окей мы сейчас не будем про железки говорить да если кому то интересно будет кстати не на самом деле можно все сделать проще вот реально как бы вот что вы считаете как бы какие вот три я не знаю там вот по момента действительно можно выделить в сравнении с использованием аналоговых инструментов да то есть вот что дает компьютер инструменты подразумевает под собой что ты можешь коммутация делать разнообразно соответственно не тратить при этом огромное количество сейчас полноценный dw если мы говорим о ios среде это такое выражение как доуле да когда у тебя все модульность превалирует там есть и w но превалирует некая модульность также может соединять в разные комбинации разные инструменты и получать на выходе то что хочешь либо рандомно это делать короче основной на мой взгляд преимущество такое что не надо таскать килограммы во первых тебе не нужно столько денег это первое да хотя нет это 5 первое на самом деле у тебя вот в таком как бы аппаратике или даже в таком есть вообще все вообще в принципе все и ты можешь из этот купил за 2000 долларов или евро новую педальку радуешься ей подключаешь коммутируешь что делать ipad у тебя практически такая же есть педаль который ты можешь клонировать клонировать планирует 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 и планирует да у тебя бесконечное количество этих шпидалей. Мы с Димой об этом говорили. Короче, первое — это возможностей больше. Про качество звука отдельный разговор. Возможностей больше. Скорость кратная. Я не знаю, во сколько раз скорость быстрее. Если у тебя сейчас есть любая даже современная актотрека, не знаю, все что угодно, я гораздо быстрее сделаю какой-то набросок там, даже при том, что я могу владеть актотреком. Я понимаю, что если ты все очень закоммутировал круто со своей судьбой... Ну подожди, мы говорим о том, что сегодняшняя мактимизация процесса... Я здесь для того, чтобы дать людям понять, что очень быстро можно войти в продакшн, не заморачиваясь, не пытаясь разобраться во всех этих, понимаешь, историях. Просто сесть и начать делать музыку. Единственный минус софта, который, я считаю, есть, это безграничные возможности. Из-за этого ты можешь потеряться и не знать, какие плагины устанавливать. У тебя просто компьютер на сегодняшний момент тянет вообще... Что касается классических секвенсеров, да, ты имеешь в виду? Ну, в принципе, любой секвенсер сейчас вот любой DAO устанавливаешь, и ты можешь... У тебя может быть там 300 плагинов установлен. А какую? Ты сел делать трек. А что делать? А что открывать? А куда загружать? Если ты поставил 300 плагинов, ты уже более-менее что-то понимаешь. Ну, ладно, если ты уже поставил, но тебе друг мог посоветовать, ты поставил 300 плагинов, но все равно... А сейчас зашел в App Store, скачал приложение, такое... Ну, короче, а если у тебя стоит одна драм-машина, то ты ее изучаешь, постепенно входишь в нее, знакомишься с ней. Да, и это более долгий процесс. Но он и ограничен. Ты говоришь про то, что ограничения, да, все-таки... Короче, если входить в софт и не ограничивать себя, то есть надо давать себе установку, что я возьму одну библиотеку сэмплов, несколько VST плагинов, и этого должно быть недостаточно для того, чтобы начать или там пытаться сделать трек, а не тонуть в возможностях. Железо не дает, если у вас не собрана студия из 50 там синтезаторов, оно не дает это его ощущение потерянности. Ну, конечно, вы можете собрать модуляр большой там, да, у тебя, может быть, в одной там рэке установлено куча всего и эффекта, и инструменты, и там, и драм-машина. И в ней тоже можно потерять. Да, да, да. Ну, не, можно и так, но можно в ней потерять. Это классическая история, когда у людей огромные модуляры, они тратят такие гига-деньги просто, и в итоге просто делают дрон, как бы, come on. Не, ну, есть люди, которые берут, вообще абсолютно небольшую рэку собирают, и там очень крутой... Да, и делают крутой-крутейший какой-то глич-иде. Короче, если тебе нужна сейчас рэковая стойка, ты покупаешь себе айпад, качаешь бесплатный бирэк... Это кайпад, да. А, нет, он не бесплатный. Ну, ладно, все равно... Ну, в общем, давайте... И у тебя полная библиотека практически всех аналогов, любых педалей, любых рэковых. Ну, я согласен с ним. Но есть предубеждение, что, типа, аналог звучит лучше, чем софт, и поэтому, типа, если мы... Вот мы сегодня... Короче, мы сегодня... Ты слушаешь музыку на чем? На телефоне, да, и в капельках там. Короче, вот мы с Димой сегодня говорили, что у людей есть ощущение... Чуваки, это очень интересная вещь. Когда появились CD проигрыватели, сколько-то там лет назад, многие диджеи, которые всю жизнь играли на виниле, говорили, что это читинг. Когда пришел трактор, это вообще триндец. То есть все, это вообще ты не диджей. И в культуре это вообще был безреспект. Но при этом до сих пор огромное количество людей размышляют про форматы, с чего играть, и оценивают диджеев по тому, с чего играют. При этом есть Люк Вайберт, который приезжал на бойлер. И у него все кнопки... Я извиняюсь, да, разнес танцпол просто с помощью трактора. При этом у него контроллером выступала клавиатура ноутбука. Да, да. Назначенные клавиши. Вот поэтому я и хочу у вас все-таки... То есть не аналог лицепр. Что можно сказать людям для того, чтобы, скажем, привлечь их в софтовый лагерь. И вот я бы подвел такую черту под этим вопросом. То есть облегченность. То есть условно ты можешь писать музыку, сидя на ветке какого-нибудь сосны в лесу. Да нет, на какой сад сосны? Ты проснулся с утра, ты понимаешь, что... Пошел в туалет. У тебя 30 минут, ты пошел в туалет. Ты сел на фаянс, открыл айпад. Такой, посмотрю новости, посмотрю YouTube, займусь какой-нибудь фигней. Нет, я открою Аум, GarageBand и делаю новый трек. Не привязан к месту. И при этом не привязан, не ограничен в возможностях. Потому что в принципе вообще нет. Минусы есть. Также есть всякие подходные камни, но тем не менее... Нет, безусловно, есть минусы в этом макообразии. Хорошо, я скажу так, любые минусы можно удалить, если ты освоил уже ту среду, в которой ты находишься. Когда ты освоишь эту среду, все эти минусы субъективны, индивидуальны. Потому что, грубо говоря, написать музыку, написать альбом, 35 тысяч альбомов на любом девайсе, который у тебя есть, и ты только в туалете пишешь музыку, ты в состоянии это сделать. И тебе не надо студию собирать. И обложку сделать. Еще и обложку сделать, и мастерик сведения, и все. И пиар. Тогда у меня следующий к вам вопрос. Окей, мы понимаем, что сейчас софт — это удобно, софт — это быстро, это дешево, это всегда с тобой, и это реально экономит огромное количество времени. Для меня вот это является важнейшим моментом. Потому что когда я использую внешнее железо, и условно накидываю паттерн на том же октатреке, и если мне нужно все это довести до какого-то красивого трека, я все это перегоняю, делаю стемы, перегоняю все это подорожно, это время, время, время отключения фокуса, помп дает тебе возможность исключить этот процесс. Поэтому да, вот эти моменты, это действительно очень важно. Но вот смотрите, такой вопрос. Когда все-таки человек окей, он такой, да, я хорошо, буду делать музыку в компе, условно, там в Эбблтоне, да, там в Лоджике, все что угодно, открывает компьютер, и там просто, ну, вот океан возможностей. Вот чтобы вы посоветовали, да, людям в этой ситуации, с чего начать изучение, да, скажем, какого-то софта, так, чтобы не потерять свою креативность. Это касается только компьютера? И так, чтобы все-таки, как бы, ну, все-таки что-то делать, а не просто проводить тысячи часов, как это делали мы когда-то, да, просто для того, чтобы, ну, изучить всю эту экосистему, что тоже неплохо. А является ли это минусом изучения? Я могу объяснить, почему это может быть являться минусом. Потому что не все приходят в музыку с абсолютно точным желанием делать ее, вот я точно хочу делать музыку. Кто-то приходит в музыку из других профессий. Сейчас очень много из смежных креативных сфер люди приходят и начинают делать музыку, просто потому что они хотят выражаться через звук. И вы понимаете, да, что если человек сталкивается со сложностью и не делает то, что он, как бы, в итоге бы хотел делать один, два, три, четыре, там, десять раз, он просто с большей вероятностью откладывает это. Вот как быть в этой ситуации, чтобы, ну, все-таки получить то, что, зачем ты пришел, изучить все-таки, да, и при этом не утонуть возможностью. К разговору о возможностях, что 20 лет назад, что сегодня, если мы открываем любой секвенсер, в данном случае Фрутилупс, я надеюсь, у меня звук там включен, ты такой, открыл программу, купил или скачал, неважно, да? А можно переключить на компьютер, Алексей? Открыл или открыл ты свой доу любой, неважно, потому что сейчас... И там есть там базовый какой-нибудь пресет, и ты такой, так, сейчас я буду делать музыку. Такой кик встроенный. Сейчас я снайер поставлю. 20 лет назад и сегодня то же самое на самом деле. То есть я могу, когда люди, которые покупали железки при мне, и сегодня они очень крутые продюсеры, то я во Фрутилупсе, вот открыв вот это, и такой, сейчас я начну делать ритм. Или мы купили там Акай, и включили Акай, загрузили туда ваншоты, и вот такая же херня получается на самом деле. Загрузили ваншоты, это громко сказано. Ну, загрузили это еще через месяц, ты их там загрузишь, да. Суть вот в чем, что на первом вот этом шаге ты получаешь вот это. А, сейчас подождите, вот так еще. Да, 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 это сейчас. И как бы вы, что бы вы не думали про себя, и что бы у вас в жизни не происходило, первый шаг это вот это вы услышите. К сожалению или к счастью, это факт. Что бы у вас не было. Дау, драм-машина, синтезатор. Если заниматься агитацией, пропагандой здорового образа написания музыки, то можно говорить, что это все можно изучить, все легко, посмотреть YouTube. Это не имеет значения все никакого. Если у тебя есть огромное желание написать музыку, ты в любом случае, пришел ты откуда? Из спорта, из менеджмента, не знаю, откуда угодно. Если у тебя есть огромное желание, ты будешь изучать, ты будешь смотреть YouTube, будешь читать какие-то туториалы, будешь в форме с людьми общаться. То есть здесь вопрос желания. Ну, чувак, есть проблема в том, что сегодня мы говорим о том, что есть вот это количество бесконечных выборов, и человек может потеряться, сделать первый шаг не может. Потому что массовый уже синдром дефицита внимания, потому что тебе не хочется заостряться на чем-то, тебе это скучно. По большому счету, да, надо отключиться от интернета хотя бы на час. Ты хочешь получать удовольствие от каждого момента. Такого не может быть. Ты должен именно постепенно изучать. Ну вот смотри, я когда... Первый, кстати, DAW, это был фрутик Бутин-Миладин. Я вот его открыл. Нет, это лупс. Ну, это мой опыт. Я вот его открыл и сделал вот такой бит. И закрыл. И закрыл. И закрыл. Вот оно. Примерно года до четыре. А если бы рядом был кто-то, кто бы мне сказал... Вот это сказал. Показал то, что ты сейчас делаешь, допустим, да, в своем продакшене за пять минут во фрутике, я бы этот фрутик просто... Ну давай не фрутик, не важно, любой, любой девайс. Все что угодно. Вот поэтому я задал этот вопрос. То есть я бы выделил такой момент. Но мы же купили... Мы с Флэти, когда он купил первый Акай МПС, мы пришли к нему домой, загрузили первый банк, ну там ваншотов каких-то банк загрузили, и было вот что-то типа того сейчас. Ты вот этот делал, ритм, да? Да, да, да. Блин, я... Мне кажется, я даже не понял, как такой ритм тогда сделать, честно признаюсь. Чего не понял? Ну, то есть там совсем было все плохо. Как такой крутой ритм сделать? Нет, знаете, сейчас я вам еще круче включу. Брокн. Нет, нет, нет. Хип-хоп? Хип-хоп, да, мы убавим VPN сейчас, и мы такие... Мы такие, ну мы типа рэп делаем, мы же рэперы. И те же ваншоты, да? Да, да. Ну по сути, как бы... Хотя, кстати, даже мне больше нравится, чем предыдущие, да? Дим, ну на Акайе было примерно тоже... Вот такой же эффект был. То есть мы садимся, мы как бы там Мадлиба слушаем, Дилу, все классно, у нас такой бэкграунд, и я уже делал музыку... Кстати, я на софте на тот момент уже делал несколько лет музыку, и когда я сел за Акайе, вот было примерно вот это. То есть опять-таки, это любой вход. Я после крутого, когда купил Акай, я ровно счетом начал делать такое, да. Да, но все-таки Акайе это немножко другая система, и все-таки если сравнивать как бы простоту управления, да, скажем, вот тем же Эблтоном, либо сейчас Прутиком, Акайе это, конечно, та еще коряга. Давайте признаем монохромный дисплей. Я имел в виду скорее... Ну, то есть я бы такие моменты выделил. Я бы выделил просто на первом этапе это изучать базовые инструменты, встроенные, ну, то есть какой-то сэмплер, да, условно изучить, вообще познакомиться с тем, что такое сэмплер в любом софте, да, и какой-нибудь секвенсор. И просто понять, что у тебя есть в базовых-базовых эффектах обработки. И вот как бы для меня кажется, это первый пункт. А второй пункт, мне кажется, очень важным все-таки, если ставить целью прийти к какому-то результату, а кто-то именно такой целью и ставится. Не все как бы исследуют просто звук, да, стараться обращаться к людям, к тем людям, которые, ну, типа делают то, что тебе нравится, да, в музыке, и просить у них какого-то там совета, не знаю, либо идти в какие-то все-таки места, где можно этому научиться и сэкономить время. Мне кажется, я противник того, что ты кому-то пишешь, спрашиваешь совета, если честно. Потому что... При этом он преподает. Да, но про совет, когда послушай мою музыку, оцени. Не-не-не, я не про это сказал. Я имею в виду вот, я имею в виду просто освоение инструментария, скажем, да, ты просто вот, допустим, у тебя есть друг, продюсер, да, который уже пишет музыку сколько-то лет. Ты к нему приходишь и говоришь, бро, ты можешь показать, вот мне нравится, как ты сделал такой трек, вот этот, да, ты можешь показать, как ты его сделал и объяснить, как ты его сделал. Вот такой способ коммуникации, он дает очень сильный прирост вообще к опыту. Человек видит, как бы, да, я на самом деле, честно могу сказать, научился делать драм-бэйс, после одной... Для меня это было, я не понял, как это делать. Я увидел один видос на ютюбе, как чувак сделал драму, у меня все встало. Просто, причем, как бы там минимальное было количество разговоров. Вот, я поэтому именно вот такой бы, вот мне видится... Какая разница, туториал ты посмотрел или обратился к кому-то? Ну, суть в том, что ты... В том-то и дело, мы же здесь сидим, олдфаги, у которых вообще таких возможностей не было. Нет, я просто говорил про то, что ты сейчас посоветовал. А на сегодняшний день я еще раз говорю, вы можете, если у вас, вы так или иначе вхожи в этот мир, да, и вы в клубы ходите, слушаете там музыку, на диджи-сетах присутствуете там и так далее, плюс этих миллион школ всяких и таких классных ребят, которые здесь собрались, всегда можно, конечно, ну, конечно, я бы тоже, мне было бы стрёмно кому-то написать и спросить, слушать там Ричарду Ди Джеймсу типа скажи, пожалуйста, как там вот... У меня был момент, я, кстати, расскажу, я... У меня было что-то не так с мастерингом, кстати, ты мне тогда, ты тогда про мою музыку говорил, что она моно звучит, что тебе нравится звук, но моно. Я тебе прислал треки, ты их играл в клубе, и тебе, ну, ты говорил, клево вообще работает, но моно ощущение. А я тебе... Я потом Дима понял, в чем прикол. Кстати, пример из жизни. Я не очень правильно мастерил, я перекладывал бочку, и она забивала весь как бы эфир, все пространство, и из-за этого ощущения было моно звучание. Оно работает, но что-то не то. Я выступал в Барселоне на Рикитс Пати, то есть я уже издаюсь, у меня все классно, я вроде бы должен ориентироваться в звуке и что-то там понимать. Я такой от растерянности, у меня был такой период сложный, ну, в принципе, вообще занимайтесь музыкой, у вас будет всю жизнь сложный период. По дефолту. По дефолту, да. И я подошел типа к этому, к Ратил Слейву и говорю, слушай, может быть, у тебя есть какие-то чуваки, которые мне помогут, объясняют по звуку, потому что я реально потерялся. Вот ты, о чем ты говоришь? Я никогда ни у кого ничего не спрашивал, а тут я спросил, да еще и вообще не пойми у кого где там. И он сидит, репут чешет, кого где мне, кого посоветовать, потом мне что подскажет, что мне что-то где-то непонятно. Вот. Но в конечном итоге я приезжаю домой, проходит какое-то время, я выступаю, играю, к Кире встречаемся, садимся, я говорю, слушай, мне не нравится саунд, ты больше заморачиваешься по звуку, чем я. Может быть, у тебя есть какие-то свои представления, которые мне неизвестны. Вот, к разговору об обращении, к Кире я обратился, и он начинает как бы показывать свои подходы. Он говорит, у тебя там просто убавь там, короче, сначала мы несколько месяцев с ним пересводили мои треки, мне в итоге не понравилось, потому что это был его подход. Он в моем случае не сработал. Мое звучание получается, а не его звучание. У меня не сработало это. И я такой, мне не нравится результат, но я понимаю, что он мне объясняет. И благодаря этому я уже, как бы у меня и миксы чище стали и так далее. А потом, уже еще спустя год-два или сколько, то он ко мне приходит, говорит, да просто, может, ты убавь бочку, она у тебя, ее слишком до хрена. Так вот видишь, ты обратился к другу. Да, я просто за 15 минут дала его до выезда на бланк, или куда я ехал выступать, я беру бочку, типа делаю на 3 децибела тише, и у меня микс просто чик. О чем ты говоришь? Это базовый, первый пункт сведения, который говорит, громкости дорожек это вообще все. А я тебе панчи обратно сейчас дам. Вот у меня жена занимается музыкой, и она у него берет советы, у меня, и мы с двух сторон ее это, ну, в общем, учим. И что получается? Конечно, я бы хотел на ее месте оказаться как новичок. Это очень круто, когда рядом есть такие прекрасные ребята, которые бесплатно, ну, сегодня там щавелевый суп, да, там завтра пирожки, да, и ты получаешь просто неограниченное количество информации, исходя из опыта этих людей. Но знаешь, в чем прикол? Когда, вот у меня такое уже было не раз, когда человек занимается музыкой там год, месяц, или что-то около того, ты ему говоришь, вот это грязный микс, включаешь пример, это чистый микс, и человек слушает, он не слышит разницу, он тебе кивает, говорит, да, но он не понимает, поэтому, что бы вы ни делали, если вы не какой-то супергений одаренный, с каким-то идеальным слухом, я думаю, что в районе двух, трех лет при интенсивной работе вы что-то... Ну, потому что здесь включаются диалектики, из количества переходит в качество. Да, тебе нужно все равно практиковаться, я тебе могу объяснить, как эквализировать бочку, и ты будешь кивать, и тупо начнешь эквалайзер делать, как я тебе сказал, не слыша, не слыша, в чем прикол, а почему в этом случае больше надо убрать, почему в этом... Это наслушаемость, которая приходит с годами, это неизбежно, надо всем понимать, что, как говорится, дело жизни, оно на то и дело жизни, что это десятилетие. Ты говоришь про тренировку слуха, Леха, а не про наслушаемость. Это тренировка слуха. Дим, чувак, у меня 15 лет я делал музыку, у меня то чистый микс, то грязный, то чистый, то грязный. И в 19-м году я еще выпустил релиз где-то там на фигуру, мне менеджер пишет, слушай, а сейчас у тебя звук почище стал? А я уже 15 лет музыку делаю. А что, 15 лет у меня он грязный был? Да. 15 лет? Вы готовы 15 лет делать грязный звук? Вот я делал. Я думаю, что грязный микс, он может казаться грязным, потому что, возможно, какой-то сэмпл использовал, текстура какой-то и так далее. В принципе, я просто не понимал, вот это взаимодействие с Кирией мне помогло там менять получшество. Вот, я об этом говорю, что мне кажется, очень важно, ну, помнить про то, что даже несмотря на то, что в мире, да, музыкоделание, да, и тех, кто вообще начинает делать музыку, очень много интровертов, людей, которые как бы, да, Большинство интровертов. сидят себе. Все-таки нужно помнить про то, что помимо вас есть люди, которые, ну, любят вообще делиться опытом, и если у вас есть какой-то запрос, и если у вас есть у кого спросить, примерно в вашем поле зрения, задавайте смело вообще, потому что на самом деле и коммуникация открывает, очень много источников вдохновения, и вы на самом деле просто экономите время. Вот, ребят, следующий вопрос у меня такой. Смотрите, финально на тему вот аналога и железа, ой, и софта. Вот эта вот классическая история, которую я 500 тысяч раз слышал от людей, которые говорят, ой, да, я тоже очень хочу начать делать музыку, но я хочу вот как бы, я видел синтезатор, или я знаю, что есть такой синтезатор, я уже там выбрал, выбрал его, и вот я накоплю на этот синтезатор, и я начну делать музыку. А я спрашиваю, а почему? А в ответ мне говорят, ну, потому что мне нравится тактильность, я через тактильность как бы, вот... Мне нравится тот эффект, который я еще полностью не ощутил. Вы сказали, вот в ответ на это вообще, почему это есть самое большое заблуждение в отношении того, что как бы именно тактильность делает тебя хорошим продюсером? Ну, ты изначально уже ответил, да, что это самое большое заблуждение. Да, но вот как бы вы развенчали вот этот миф, что на самом деле происходит? Тактильность делает тебя продюсером? Да нет, это на самом деле просто перенос ответственности. Ты думаешь, что ты купил какой-то девайс, и он тебе даст какие-то возможности невероятные. Что ты чувствуешь музыку, по большому счету и как бы воспринимаешь вот о чем речь. Весь процесс написания музыки происходит по большому счету в голове, правильно? Ты думаешь, мне нравятся какие-то... А у меня в сердце. В сердце, да, в душе. То есть мне нравятся какие-то эффекты, то есть я услышал какие-то своих любимых музыкантов. В любом случае это собирательный образ, да, мы слушаем каких-то музыкантов, нам нравятся какие-то эффекты, и мы пытаемся приблизиться к этому. Приближаясь к этому, что происходит? Мы отдаляемся от этого, потому что мы привносим частичку себя. Диалектически получается как бы борьба и единство противоположностей. И поэтому все эти девайсы, тактильность, это все не имеет никакого значения. Есть желание, ты пишешь музыку. У тебя ограниченное количество денег, ты не можешь себе позволить что-то, ты делаешь на том, что бесплатно. Ты делаешь музыку. Короче... И ты можешь полноценно так же ее выпускать. Ирия. Ты как бы, блин, он... Да, на самом деле ты тоже идеалист. Смотри, Димон, материалист. Короче, да идеалист ты тоже. Про то, что как расставлять на самом деле приоритеты, когда ты хочешь начать делать музыку. У тебя есть штука, на которой вот как бы, да, люди играют лайв на мировых площадках, просто с компьютера. Делают, делают там же, играют там же, и все. И ты при этом сам слушаешь музыку. А когда ты хочешь ее делать, ты почему-то говоришь, ой, ну нет, мне это не нужно. Я накоплю сначала денег, и куплю себе синтезатор, на котором можно записать только одну дорожку. Я думаю, что причин миллион, но основных две сейчас озвучим, чтобы не углубляться в тему. Первое. Вот когда я женюсь, я буду счастливым. Есть такая у нас у всех проблема? Или когда я закончу институт, я буду счастливым. Когда я найду работу... Вот завтра понедельник, побегу. Да, все. Короче, есть такая фигня. Работаем со своей неуверенностью. То есть еще раз. Надо осознать, что вы не уверены, вы ни черта не понимаете, вы ничего не можете, и вы полный профан. И при этом у вас должен остаться энтузиазм. Это железно прям. Мне пофигу, что я плохо звучу спустя 15 лет, как я издаюсь. Ну, не, я переживаю там, да, и так далее. Это я сейчас говорю 15, уже 20 лет. И сегодня это как бы я не в идеальном положении. Нет предела совершенства. Еще раз. Человек перекидывает ответственность, потому что боится начать. Это прокрастинация называется. Завтра, завтра, завтра я накоплю, я накоплю, я куплю. Это не наступит никогда. Если наступит, у вас будет стоять просто блестящая студия. Это называется собирательство. И вы еще, вам еще страшнее станет подойти и начать что-то делать. Потому что вы увидите, что а теперь-то у вас все синты стоят, а делать вы ничего не... Нет, даже, Киря, представь, все стоит, ты испугаешься нажать клавишу, потому что ты получишь на своих синтах. Да, нужен дилей, еще реверператор, Короче, и второй момент. Я думаю, что я в этом убежден, опять, я не могу этого доказать, но я в этом убежден. Надо понимать, что есть коллективное бессознательное, есть все равно информация, как мемы распространяются вирусно. Вся эта история в нас откладывается. На сегодняшний день остался миф, что музыка, я вас уверяю, я когда путешествую или на гастроли езжу, 99,9, 100% даже, 100% людей, которые со мной говорят, а ты музыкант, да, а на каком инструменте ты играешь? Я говорю, я пишу электронную музыку. И люди не понимают до сих пор, чуваки, это на самом деле серьезно, шутки шутками, но в сегодняшний момент всю музыку, которую мы слышим на телевидении, на радио, везде, 99% музыки электронная, даже если это оркестр, блин, с голосами ангелов, где 300 человек. Это компьютер. Когда люди слушают классическую музыку, они слушают ее все равно, как бы, за счет того, что она прошла финальную работу. Даже если она не прошла, в конечном итоге много из этой музыки, саундтреки сделаны на компьютере вообще, эти все скрипки, все уже сгенерены. Короче, речь о том, что представление об электронной музыке до сих пор осталось в каменном веке. Люди думают, ты сегодня сам, мы с тобой об этом говорили, что там диджей какой-нибудь Дион, я не знаю, условно ли, там Стингрей делал на 909 вот этот ритм. И люди думают, что мне нужно купить 909 вот эту вот штучку, чтобы у меня был вот этот ритм. Чуваки, нет. Диджей Дион делал это в 86-м году. Сейчас 2023. Вот это хорошо. И мы в прошлом остались вперед, остановитесь, хватит смотреть туда, не надо думать. Вот если бы мы сейчас были в 76-м году, я бы вам сказал, вам нужно купить вот этот Джуна, вам нужно купить вот это, и вам нужно купить мини-мук, и вот этот вот драм-машину. И вы сделаете такой саунд, как у Крафтберг, вот если бы это был 86-й год, например. А в 2023, я вам скажу, вы можете это сделать на телефоне. Я думаю, в этом проблема, что на самом деле люди, когда вот хотят купить там все синтезаторы, начать делать музыку, они смотрят на прошлое и видят, и вспоминают, ну вот он же делал там Detroit Techno на синтезаторе. Но они забывают, что в те времена эти синтезаторы, это были довольно как бы нестандартные и необычные инструменты, которые как бы никто не использовал, потому что они как бы были, ну непонятно, как их внести в контекст вообще понятной, да, какой-то поп-музыки и так далее. И эти инструменты брали эти продюсеры, начинали экспериментировать и вытаскивали необычные. Так вот, мне кажется, очень важно для тех, кто электронную музыку хочет делать, понимать, что электронная музыка это всегда, ну как мне кажется, технологии, и технологии в электронной музыке на месте не стоят. И если ты хочешь изучить электронную музыку, если ты хочешь ее делать, как будто бы логично обращаться к тому источнику, который тебе дает наибольший вообще спектр возможностей, мне кажется. Ну окей, я согласен, что это спорный момент, но самое главное... Подожди, ну вот Кири не очень согласен, что не всегда технологии... Ты можешь просто с помощью одного плагина сэмплера написать кучу треков очень-очень разных. Я согласен с тобой, но обрати внимание на современный... У тебя будет просто эквалайзер, просто ревербератор и просто сэмплер. Окей, но обрати внимание на современный там звук дизайнерской электроники. Он кристаллизованный, понимаешь? Раньше такого звука ну сложно было добиться. Его добивались разве что только самые метры, типа там Отекер и так далее. Окей, ну и вот эта вот вся грядка. Сейчас ты его можешь как бы получить, потому что как раз-таки есть плагины типа Сузи, которые режут резонансы. Сегодня ты можешь бесплатно достичь такого уровня звучания, как раньше. Тебе нужно было бы по-любому что-то собирать, Кири. Возьми Сузи, он тебе берет и режет все динамические резонансы. Расскажи это 20 лет назад, тебе сказали, чувак, сиди ручками все крути. Ну давай 30 лет назад. Я поэтому про это сказал. А второй момент такой, как мне кажется, и ты, это кстати то, что ты мне говорил, Кири. Люди, когда вот думают, что железо, железо, и я начну музыку делать, они забывают про то, что музыка это то, что звучит из колонок. Да. Да, а это не то, что стоит у тебя на столе и то, почему ты клацаешь руками. Поэтому вот что важно помнить, что когда ты хочешь заниматься музыкой и исследовать ее, ты хочешь исследовать звук. А звук это то, а то, что тебе дает этот звук, это уже хорошо. Поэтому нужно, можно использовать и нужно то, что у тебя под рукой. Короче, это на самом деле, да, мы все время, это как реклама, да, вот что нам показывают, то мы и покупаем. Вы смотрите, даже вот в том же Инстаграм, если сидите, если вы интересуетесь музыкой, у меня вот, например, постоянно какие-то короткие видосы, там, Африка, да, человек сидит на банках играет. Ну вот я про это говорю. Человек сидит на палочках, стучит по крокодилу мертвому. И так далее. И этому человеку, если ты скажешь, на самом деле, если ты подойдешь к этому человеку, ты скажешь, слушай, ну да, пока ты себе вот эту бухлу не купишь. Ну слушай, у тебя что-то там, да, резонанс. У тебя там, да, да. То есть еще раз, человек сидит на речке и херачит по воде, и у него очень крутой твой любимый аполифония. Вот они втроем стоят по воде, белье постирали и стали. Полиритмин. И ты слушаешь это, и это круто. Если просто с рекордом ты с вами бы подошел, можно выкинуть на помойку, возьми тот инструмент, который тебе подходит. Я бы сказал еще важный момент, помнить, что на самом деле мы живем в окружении музыки, и на самом деле мы живем внутри большого сэмпл пака. Просто ты берешь, записываешь рекордером просто окружающее пространство, любое, и ты из этого можешь понаделать кучу альбомов. Для меня в этом плане... Ну а это вот звучит-то легко, но вот на самом деле... Так пожалуйста, просто на айфон записал, закинул ваблик, просто транспозом, с режимом маркерга, Человеку, который только-только начинает и сейчас... Нет, это первое, что открывают, когда ты закидываешь сэмпл, там ну типа, хочешь не хочешь, через там на третий день ты туда залезешь. Вот, ну то есть, окей, можешь разблокировать меня, пожалуйста? Он у меня там, видимо, стоит полчаса. Окей, следующий, значит вопрос такой, ребят. Второй вопрос? Скоро уже закончу, три, кстати. Не, не, не. А мы позже начали, поэтому... Да, давайте чуть быстрее, наверное, потому что, смотрите, опять же таки, какие инструменты как бы стоит использовать и не стоит использовать? Есть ли реально разница между плагинами, которые покупаются и плагинами, которые идут в коробке? Первый вопрос. Нет такого правила. Все использовать можно, вообще все? Вообще. Вообще все. Мы только сейчас об этом говорили, у тебя есть... Ты сам это произносил, да? У тебя есть рекордер, ты просто записываешь звук электрических проводов, пенни птиц, открываешь облитон, сделал эквалайзер, встроен... Просто это следующий этап зашоренности, и я ссорю, что кого-то, может, я обижу, но я считаю, это именно так, когда мне говорили, что... Полноценные плагины, которые ты покупаешь, такие же полноценные плагины есть в программах, которые, собственно, бесплатно предоставляют что-то программы. Опять же, они не бесплатные. Ты покупаешь лицензию программ... Почему с рутрекера скачал? Я скорее... Знаешь, знаете, почему про это спрашиваю? Что те, кто переболел болезнью аналога, в какой-то момент начинают болеть болезнью в ВСТ. Качественной ВВСТ, да. И начинают гоняться просто сейлы, пересейлы, все скупать, у тебя просто 650 этих плагинов на реверберации и так далее. Собирательство аналоговое переходит в собирательство цифровое, и ты надеешься, что у тебя какой-то там невероятный звук будет. Опять же, ты думаешь, что тебе технологии все дадут. Лень, неуверенность равно... Лень, двигатель прогресса. Благодаря лени, на самом деле, я открыл для себя, что можно писать очень-очень много прекрасной волшебной музыки, используя только пресеты к разговору о стоках, да, то есть вот ты купил или скачал себе любой DAO, там, не знаю, что хотите, какую программу себе вам нравится, и у вас там встроенные синтезаторы есть какие-то, и у этих синтезаторов есть пресеты. Ребята, на самом деле, даже вот до того момента, как вы можете в этих, на самом деле, пресетах крутить какие-то уже ручки и менять эти звуки, даже если их не менять, вы можете написать 10 альбомов. То же самое, знаете, вот я помню, у меня давно тоже было, я переживал, что я очень часто использую пресеты, и переживал, что именно вот, а вот такие же, как у меня, звуки можно встретить в музыке другого человека. Я вам более того скажу, ты можешь использовать совершенно какие-то уникальные звуки, и где-нибудь в Африке человек издает релиз, точно такая же хрень, и ты думаешь, как такое возможно, но это отдельный опять разговор, поэтому не надо ничего бояться, вот как люди берут в руки гитару, там всего 7 струн, ты сыграешь на гитаре, если умеешь, и я, если умею, сыграю, у нас будет абсолютно разная музыка, ну согласись, это так, а если ты, например, родился в Индии, а я в Пакистане, у нас, нет, будет рядом, хорошо, ты в Индии, я в Китае, у нас будет разная гитарная музыка, так или иначе, но если мы с тобой не каким-то конкретным жанром увлекаемся, то же самое с пресетами, если мы сейчас все втроем нам дадут 3 пресета, да, и 3 одинаковых ваншота, у нас будет абсолютно чуваки, даже если нам скажут 130 BPM, значит, трехминутный трек, гарантирую, готов посмотреть на 6L Art зеленых долларов, что у нас будет разная музыка, и ощущения от нее будут разные, не менять пресеты при этом, музыка будет разная, поэтому не надо бояться тоже, вот разговариваю о стоках, есть еще и пресеты, не надо их бояться. Поэтому, мне кажется, не нужно слушать тех, кто говорит, ну, чтобы сделать классный микс или мастеринг, нужно купить, как бы, какой-то VST, или, как бы, скачать обязательно какой-то сэмпл пак, чтобы у тебя все круто звучало, на самом деле, действительно можно поиспользованию. Окей, ты скачал, ты можешь тому человеку сказать, он может скачать, он купил самые крутые VST, самые крутые плагины, скачал, самые крутые ваншоты купил, они не могут звучать по априори идеально, в совокупности они будут давать вот эти шумы и прочую-прочую фигню и наслаиваться. Ты не сможешь, как бы, тебе все равно придется с видением заводиться и заниматься, и мастеринг, и заводиться, я заложусь, меня просто бомбит от того, как можно думать, от того, что ты купил, ну даже если ты себе майбах купил, тебе надо руль крутить и скорости переключать. Ну или налог большой будет, все равно какие-то издержки неизбежны. Единственное, я бы оговорился, потому что сейчас, понимаешь, не очень правильно сформулировал насчет сэмплпаков, все-таки сэмплпаки надо понимать, что если мы говорим про звук, то сэмплпак это пример какого-то звука, пример какого-то звука и качество, то качество, которое ты, ну, которое заложено в сэмплпаке, оно будет все-таки играть роль. Ты берешь сэмпл, да? У него там определенное качество. Ты этот сэмпл один не используешь, ты используешь его либо без обработки эффектов, либо... В совокупности с другими звуками. О каком качестве идет речь? Дима, смотри, ты берешь просто, давай так даже, я тебе про сэмплы, просто на помойку это все. Берешь трек MP3, тебе лейбл говорит, нам надо релиз, вот мы собрали. Да, у меня прекрасный пример. Есть трек, называется SaoG, у меня на инвариант. У меня, кстати, твоя MP3-шка, это не вафф. Он мне прислал свою MP3-шку. Он говорит, когда трек выйдет? Я говорю, почему ты этот трек не выпускаешь? Он говорит, да никто не берет уже несколько лет. Я просто беру его, за SaoG, против лупс на тот момент и делаю трек. Стэмплирует, и из него делает трек и издает с табака. Да, с этим я согласен. Можно использовать все, что угодно. про качество разговора. Какого качества? Просто если все-таки ставить целью, потому что задачи бывают разные. Представим, что тебя попросили условно-пластиковые миры, нам нужно, чтобы это было кристально чистое, очень мощное современное звучание. Вот в этом случае все-таки нужно помнить, что основа, с которой ты работаешь, она будет как бы немножко определять твои возможности. Потому что если у тебя звук изначально как-то деградирован, либо какой-то типа... Я тебе вот сегодня покажу пример искусственной деградации звука. Но в этом-то и весь шарм. Нет, подожди. Он говорит, что свой кристальности. Я имею в виду, да, я имею в виду как бы... Это понятие абстрактное. Смотри, если мы берем, что к тебе обращается какая-то студия, в которой сидят специалисты, которые очень хорошо секут в звуке, уверяю, это один процент из всей деятельности, если только ты не прям вообще в этот мир углубился. Потому что вот сколько я делал коммерческих историй, например, я там делал саунд-дизайн, когда нужно было там сделать три ноты, тинь-тинь-тинь, и в конце какую-то такую штуку. Я вот это сделал, знаешь как, поскольку это была недвижимость, я прикололся, и вместо несколько джингл нужен какой-то звук вот такой яркий. Я подошел к двери в комнате, у меня в ней ключи, на ключах эта дверь. Взял микрофон и повернул так, чик-чик, ключи. Они записались, я просто их вырезал, ничего даже не обрабатывал. И у меня тинь-тинь, как будто бы дверь открылась. Все идеально. Какое там качество, я понятия не имею. Я даже не эквализировал этот звук. И люди на той стороне понятия не имеют, что я сделал. Я мог бы это в Патриэм прислать. как ты писал свои предыдущие треки просто в телефон, в айфон пятый, какой у тебя там был. О каком качестве? Я голос писал лет 5-6, я писал вообще в телефон. И я еще не умел сводить, я и сейчас не умею, и я тогда тем более не умел вписывать голос в микс, вставлять нормально. У меня это вечная проблема. Я прихожу, кроме скотча, он в магазин, он мне говорит, Кири, нашел классную пластинку, слушай, я подхожу к колонке с айпадом, записываю, прихожу домой и делаю трек. Нет, это все понятно, ребята. Вы же не будете отрицать, что есть такое понятие, как фактура звука. Вот, допустим, один и тот же. Почему какие-то... Это разговор как про жанры. Вот придумали эти критики, жанры. Ну, вот какой у тебя жанр? У тебя, наверное, постжангл. Какой постжангл? Я просто пишу музыку. Он говорит тебе, смотри, фактура звука. Нет, фактура звука. Хорошо, ты на слух отличишь 16 битов, 24 бита. Отличишь? Вов-файл 16 битов, 24 бита. да не определишь ты. Вот в этом-то и прикол, чувак. Но, скажем, 909-й, который записали через какой-нибудь плохой провод, условно, и через хороший тракт записан. А теперь вопрос, что ты сделал, постпродакшн какой-то сделал, как ты это эквализировал, как ты это сочетал с другими звуками. вставил пластинку, поставил на проигрыватель, вот так стол шевелил, чтобы она у меня прям скрипела, хрустела. Кайф-кайф. Да, кайф. Какой там плохой тракт? Я специально делал этот плохой тракт, чтобы было жирно. Ну, я к тому говорю, что ты можешь и в хорошем качестве дать звук, который будет кровь из ушей вытаскивать. Это уже прям такая специфика. Я скорее говорю просто про поиск, уже фактур. Такой озвучить фильм «Трансформеры». Все-таки нужно как бы, это такой момент, который тоже для кого-то можно использовать в работе и в изучении того, что у тебя может быть. То есть надо понимать, что ключи, которые ты записал в один момент премии с положением микрофона вот так, и они будут звучать по-другому. Сейчас, подожди, подожди, я об этом говорю. Изи, смотри, смотри, ты решил заниматься музыкой, вот тебе хочется заниматься музыкой, ты поставил фрути лупс, и что тебе предоставляет фрути лупс? Все. Бесплатную библиотеку, сэмпл, хорошее качество. Ты ставишь облитон, у тебя бесплатная библиотека, хорошее качество сэмпл, обработки эффектов, эквалайзеры, все, что все угодно. Чего тебе еще нужно? С этим я согласен. Просто я, допустим, иногда, когда нахожу какие-то, ну, допустим, какой-то саунд-дизайнерский сэмпл-пак, меня он в какой-то момент может вдохновить, если я там найду какие-то интересные звуки. Поэтому я лишь сказал об этом. Чтобы все-таки нужно понять, понимать, что сэмпл это основа звука, которая тебе дает условно какой-то стартовый толчок того, что ты можешь получить дальше. Вот о чем я. Хорошо, здесь бы сидело два мужика, которые там, бетломаны, да, два бетломана, один говорит, слушай, ну, вот у них вот первый пресс, я вот слушал вот на такой-то аудио, нельзя ругаться матом, физской технике, и вот только вот, которая в 35-м году была пластинка на вот этом заводе издана, вот она звучит, Дима, нормально, и только на этой вот технике. А я такой ему говорю, не-не-не-не, вообще вот на айфоне, в жигулях вообще очень круто, через провод вот этот аукс, вообще круто. Некоторые люди приходят в магазины виниловые, реально спрашивают, а это что, современные пластинки, да? Все разворачиваются. Кто прав, Дима, вопрос, кто прав, где вот эти стандарты, понимаешь? Ладно, супер. В общем, такая как бы дискуссия получилась. Да, я готов подраться уже. В целом, вывод, какой музыку можно делать из того, что есть под рукой, на том, что есть под рукой. Окей, давайте теперь так, уже более к практичным штукам перейдем. Леш, с тебя начнем. Скажи, пожалуйста, твой подход в изготовлении музыки. Вот как ты вообще свой процесс, в общем-то, так можешь пересказать в двух словах? Ну, то есть, я сейчас сужу диапазон. Быстро или долго ты делаешь музыку? Да, короче, понятно, что я делаю музыку быстро, мы тут сейчас говорим о скорости. На самом деле, изначально, почему я перешел, вернулся, точнее сказать, назад на софт, потому что, то есть, я начал с софта, потом железо, потом микс, потом софт опять. Микс, в смысле, железо с софтом. Потому что то, что я делал на железе, я делал тысячекратно быстрее на софте. То же самое. С какими, может быть, микроскопическими отличиями? Вот. А со временем, то есть, смотрите, когда проблема начинающих часто в том заключается, что пока вы холите или леете свои первые, первых три звука, как первых, вот своих первенцев реально, вы можете делать треки по 38 минут продолжительностью. Ну, вчера в метро об этом уже думать. Да, вот у тебя может быть трек реально 8 минут. Человек может думать, блин, вот я столько всего здесь делал. Ну, потому что это твои первые композиции, ты наслаждаешься ими, да. У меня друг спал, когда я писал эту музыку, он проснулся, уже дела сделал, я все этот трек сижу мусолю. А у него там три звука. 25 тысяч минут как бы одного и того же. Ну, короче, с опытом, и это неизбежно произойдет, если вы регулярно этим занимаетесь, через 2-3 года я стал усложняться, усложняться даже в рамках софта. У меня уже появилось, вначале у меня было три дорожки, четыре дорожки, потом у меня стало 30 дорожек. Эффекты, звуки какие-то, там, сэмплы, все что угодно. А потом, когда у тебя уже не 10 треков, чувак, на кармане, а 1000, ты такой, я сейчас сяду и сделаю трек. Три дорожки, все, мне нравится, круто. Сидеть, и вот это 30 дорожек, в моем случае, мы сейчас применим будем. Да ну его нахрен, я за это время вот этих 30 дорожек альбом сделаю. То есть для меня важна скорость, быстро уловить момент, эмоцию передать, записать, потом уже подсвести и так далее. Для меня это важно. И сейчас мне тратить время на то, чтобы какой-то звук искать неделю там и что-то сниму из него бы кручивать, я не могу. В случае с Кирей, вот опять, мы оба делаем на софте, да, но он, да, и вот я сейчас к нему перевожу, потому что я могу бесконечно говорить. То есть еще раз, мои сегодняшние треки 3-4 дорожки, иногда может быть и 20, я не открещиваюсь, но в среднем это очень минималистичный и простой продакшн. Просто я стараюсь выбирать звуки так, чтобы они заполняли картинку и давали уже ощущение готового трека. Я люблю скорость, мне это важно, иначе я залипаю, мне неинтересно. Вот, например, сейчас Кире как раз-таки расскажет, как можно из трех дорожек, у меня, кстати, они три открытые, мы можем потом показать пример. Да. Вот, я, короче, делаю 3-4 дорожки трек, у меня готов, все, лейбл издал, все круто. Позже к этому перейдем. А Кире, вот как делает Кире? Сколько он делает дорожки? Кире у меня к тебе передварительный вопрос. Лехова сказала, что ему важна скорость в работе и потому что ему важна сатисфакция, чтобы он быстро делал треки и получал то, что хочешь. Как мы поняли, ты делаешь музыку немного другим способом, ты можешь ее там усложнить, сделать больше слоев. Объясни, пожалуйста, почему у тебя такая интенсия к этому, почему ты хочешь, вот, ну, почему ты делаешь ее так? То есть я делаю трек день, ты делаешь трек, ну, я делаю два часа трек, ты делаешь... Ну, окей, я могу делать трек так же день, могу делать трек неделю. Я два часа делаю трек, на следующий день закончен. Ты тут дольше? Вот можешь объяснить, почему ты делаешь так, вот, чем ты руководствуешься? Потому что мне лично больше нравится, ну, то есть я сам, как бы, чуть дольше сижу, чем Леха, скажем так. Поэтому, ну, вот, мне интересно, как бы ты выразил вот это желание все-таки сидеть и, как бы, нельзя такие слова говорить, но... Да-да, я тоже все хочу. Выкристаллизовываю. Да, на самом деле ты просто получаешь удовольствие от самого процесса написания музыки. Вот, ему просто так нравится. Не просто так нравится, это у меня такой склад ума, такая конституция. То есть у Алексея быстрее сделал, Сергеевича, Сергеевича, да, запечатлил эмоции, пошел, поиграл в PlayStation любимым другом. Пять часов играешь. Вот главное правило. Тут есть присутствуют люди, которые, кстати, говорят, я люблю играть в игры, и как вот, я люблю играть в игры, но мне нужно находить время написать продакшн. Я говорю, ну, сядь ты хотя бы 15 минут, скотина, поработай, иди играй. Все. Будь собой. А он будет в удовольствие сидеть 50 часов. Он играет в игры, получает удовольствие, я посижу, поковыряюсь, мне больше приносит довольствие. Либо я пришел, допустим... Ты потом тоже играешь в игры. Да, условно, стандартный день. Я пришел на студию, поделал музыку, пришел домой, покушал, посмотрел ютубчик, открыл айпад, сделал набросок на предыдущий день, точнее, на следующий день с айпада. Я прихожу с айпада, переношу все в компьютер, развиваю, пришел домой, и вот так все по кругу. Короче, его ответ, и мне нравится по-быстрому легко и не заморачиваться, поэтому изобрели унитазы и так далее, и эскалаторы. А ему нравится кататься на эскалаторе, ну, немножко подзываясь, чтобы вот у него были какие-то детали, понимаешь? То есть он усложняет то, что ему так нравится, а не потому, что так надо. Да, я говорю, типа вот, ну, мне не нравится у тебя здесь голос, и он такой, блин, да пыль, быстрее, ну что ты там сидишь, все, давай это как я. Да, да, да. Все, и через час я уже все. Да, он уже все сидит, да, я говорю, пойдем поедим самсы. Ну, в общем, и что важно понимать, что тут нет правых и неправых, просто каждый выбирает свой путь. Я всегда об этом и говорю, что надо понять, какой ты, конституция, что твоим. Окей, следующий вопрос. Сразу к тебе, Кирилл, потому что с Лехой мы уже разобрались. У тебя, может быть, там 4-6 дорожек в треке, это все. Ну, и этот прием, в общем-то, как бы, лейринга, да, просто, типа, дорожка, дорожка, дорожка. Кирилл, вот, пожалуйста, ну, в более практичную сторону переходим. Расскажи, пожалуйста, какие ты, помимо, да, лейринга используешь приемы написания музыки сейчас. По большому счету только лейринг использую. Объясните ребятам, кто-то не понимает, что такое лейринг, Зима. Наслоение в музыке. Если можешь, раскрой, пожалуйста, да, что такое лейринг, и раскрой, пожалуйста, что такое генеративная музыка. Да, пожалуйста. И вот эти два момента. Да, я... Дело в том, что это очень классный читинг, когда ты, у тебя нет музыкального образования, ты делаешь музыку, потому что делаешь, и что тебе делать, когда у тебя есть один сэмпл или один звук, который тебе понравился. Понизить пич, клонировать канал, панорамировать, клонировать канал, сделать высокие частоты, и ты с одного звука, как бы, наслаивая, получаешь у тебя общую какая-то атмосферу общего пада. То есть, это просто читинг. Я понимаю, то есть, ты говоришь про то, что, смотри, сейчас просто не все понимают, что происходит, я немножко раскрою. Леха делает так, дорожка баса есть, дорожка кика есть, уже ритм, ритм секция готова, дорожка мелодии есть, дорожка условно вокала есть, все, трек готов. Ты делаешь так, ты берешь кик, копируешь этот кик, изменяешь его. Я вообще не начинаю с кика. Ну, условно. Я начинаю с атмосферы, и потом уже понимаю, нужен мне кик здесь или не нужен вообще. Имеется в виду условно, да, берешь атмосферу, копируешь ее, изменяешь ее, как бы копируешь еще, еще как-то изменяешь, и вот у тебя получилась атмосфера. Или я понимаю, что мне нравится этот, как это звучит, вот эта некая субстанция, я такой думаю, а что если бы я бы ее еще как-то изменил? Я просто клонирую, тут мютирую, пытаюсь видоизменить, если мне нравится вот этот больше вариант, сравниваю, удаляю ту, продолжаю дальше движение. Не знаешь, почему дольше у него, кстати, я сейчас понял, я называю это английский подход, это когда вы начинаете слушать трек, даже если он тут 3 минуты, короткий трек, у него может много раз чего измениться, и ритм, и скорость, и тональность, и так далее. Ну, я думаю, никому не нужно это объяснять. Английская музыка очень часто меняется, вы послушаете любую, ну, я не знаю, начиная от аффикс-твина, короче. Я на самом деле изначально, я стеснялся, когда у меня есть просто луп, я стеснялся, когда у меня есть луп, и он мне нравится, я могу ее слушать там полчаса, и мне все устраивает, но я думал, что как будто это все не завершено, как будто я схалтурил. А Алексей как раз... А у меня это завершено, и ты не схалтурил, это круто, да. Это кайф, больше ничего и не нужно. То есть из-за того, что он все время разноображивает, он все время меняет ритм, меняет, все-все-все меняет, ему на это нужно время потратить, чтобы эту композицию выстроить. А у меня в композиции вступило, ушло, вступило, ушло, готово. А вот, ну, тогда такой вопрос, почему, когда ты уже набрал уверенности в том, что ты делаешь, ты продолжаешь все равно это делать? Почему ты используешь этот прием лейеринга? Ну, потому что, наверное, это просто работает. Нет, то, что ему просто так нравится. То, что знаешь, как я беру любой сэмпл, сразу pitch down по умолчанию делаю. Ровным счетом так же делаю. У меня всегда pitch down. Я не знаю, в темпе приколы. А в бутоне это просто еще варпинг, pitch down, и не знаю. Пич down — это когда тональность понижается. И увеличение количества гранул при варпинге. Ну, покажем, может, пример сегодня. Да, хорошо. Еще такой момент. Ты вот, во-первых, очень важно сказать, что ты ведешь паблик в Телеграм-канале довольно полезный, в котором ты освещаешь всякие технические новости из мира продакшена. Из мира iOS. Но на самом деле по всем понемножку. Ну, и да, музыку, и вообще делишься. Так что советую. Ты часто выкладываешь в тот же Инстаграм видео, где ты просто светишь патчи, которые ты собираешь в Аблитоне. При этом это патчи... Нет, он это делает в Ауме. Окей, в Ауме. На iPad. На iPad. Да, и на Sableton. Не суть. И как бы, как многие, ну, там часто такое можно увидеть, что там как бы особо ничего не происходит. Там плей, и как бы у тебя играет прям полноценный как бы трек. Вот что это за техника вообще такая? И как вообще-то к этому прийти и куда смотреть? Если ты ленивый человек, и ты не хочешь программировать ноты и так далее, и так далее. Вот, к сожалению, по поводу программирования, это как раз и здесь оно и нужно. Ну, чуть посложнее сейчас, чем от того, чего мы начали. Когда у тебя есть компьютер... Сейчас речь идет о генеративной музыке. Когда у тебя есть компьютер, это один подход. Когда у тебя есть D&W, да, полноценная среда, в которой ты работаешь... Ну, это по сути тоже секвенсер у тебя же дорожки. Просто его не видно. Это не секвенсер. Ну, в смысле, тебе играют одновременно четыре дорожки, они вместе играют. Это не секвенсер, да. Но ты не видишь, ты не видишь дорожки. Хилософия iOS музыки вообще, это когда у тебя есть модульность, когда у тебя... Там существует, повторюсь, у тебя есть Cubases, да, аналог Cubase. У тебя есть Aurea Pro, это фактически аналог Pro Tools. Pro Tools, да. Ну, Fruit Loops, она там такая, да, урезанная версия. И BitMaker, драм-машина, полноценный секвенсер, имитирующий на среду Akai, наверное. Но изначально вся магия работы в iOS-устройствах, это когда у тебя есть модульность некая, когда у тебя есть программа-хост, которая позволяет тебе как некий виртуальный микшер. АУМ, собственно, программа, она так и переводится. AudioUnit, микшер, да. AudioUnit — это плагины формата... Точнее, плагины, придуманные компанией Apple. Формат AudioUnit. AudioUnit версия 2 — это плагины, которые мы используем в Аблетоне, допустим, когда работаем в MacBook. А когда мы работаем в iOS, это AudioUnit версии... AudioUnit версии 3. То есть это полноценные плагины, которые могут прикрепляться к любой программе, DW, либо к программе типа микшера виртуального, как АУМ, и ты можешь вместе взаимодействовать с ними. показывать, потому что вот так вот... Без проблем. Ну, а почему тебе нравится генеративная музыка? Ты можешь выразить это как? Чем она тебе нравится? Почему ты... Потому что, ну, как бы надо понимать, что если кто-то не знает, то генеративная музыка — это музыка, которая условно создается самой условно, самой программой. То есть есть как бы классический способ, когда мы все записываем и складываем подорожечно, а есть способ, когда мы условно то, что вот как Кири сказал, запрограммировали, нажали play, и у нас играет трек, и он постоянно видоизменяется. То есть другая мелодия, другой бас и так далее. Что... Вот чем тебе такой подход как бы близок вообще? Почему ты часто делаешь такие патчи? Почему? Да если честно, вот если быть честным, вообще вопрос не совсем корректный, потому что вот прям заниматься генеративной музыкой я не занимаюсь. То есть сама среда позволяет тебе это делать. То есть у тебя, я повторюсь, модульность. Ты можешь любой MIDI-секвенсор прикрепить к любому синтезатору, прорисовать любой рисунок, потом прикрепить какой-нибудь, не знаю, генератор аккордов, прикрепить к этому же синтезатору, обработать ее отдельным эффектом, и вот у тебя получается генеративная музыка. И во фруктах, и в аблике, ты тоже самое можешь сделать, потому что другим путем. Ну теоретически можешь, да. Цепочку так же выстраиваешь, но здесь просто сама среда тебе как бы подталкивает к этому. У меня нет определенной цели или я получаю удовольствие от этого. Это такой процесс работы. Так получилось. Мне нравится эффект неожиданности в генеративной музыке, потому что я не знаю, что дальше будет. ты все контролируешь, ты задаешь какие-то определенные параметры. Ну мне вот нравится то, что она как бы выдает программы, по сути машины, выдает тебе очень большое количество разных вариаций, которые, чтобы сделать самому, мне пришлось потратить время и просто приложить даже какую-то там иногда фантазию. Вот. Такой вопрос. Вы можете, вот, ну, какие-то примеры, допустим, да, давайте просто по примерам пройдемся, чтобы до конца как бы раскрыть то, о чем мы сейчас говорили. Лех, покажи какой-нибудь проект, как он у тебя устроен в плане, вот, чтобы мы все поняли, что такое лейринг, что такое классический способ, когда мы просто складываем дорожки, да, и получаем в конце хит в твоем случае. Да, только хит, конечно. Я, кстати, я думал, что мы перейдем сейчас от моего наброска к твоему, то, что ты с этим сделал, ну, ладно, давай-то быстро. Ну, как бы, просто другое было открыто. Короче, а тебе нужно тогда для примера открыть какой-нибудь свой проект. Окей, если это сейчас сложно, технически. Нет, нет, нет. Короче, значит, вот у меня, мы говорили, с чего все начиналось, ради чего все говорилось, что вот вы ограничены в бюджете, во времени или, может быть, не очень сильно мотивированы, у вас есть просто какой-то девайс, любой там ноутбук, PC там и так далее, и вы, может быть, даже там лицензионный какой-то доукупили, аблик или фрукты, неважно. Я показываю только пример того, что здесь не использовано ничего внешнего, кроме того, что есть во фруктилупсе. То есть какие-то сэмплы скачаны откуда-то, и, собственно, родная вся фигня. Ну, сэмплы, в смысле, ваншоты какие-то, звуки, да, и количество дорожек, значит, у нас здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну ладно, это голос повторится. ты выложился по полной программе. Семь вообще просто, да, я вспотел. При этом четыре, при этом эти все дорожки настолько примитивные, мы можем сразу включить кусок трека, а потом я по кускам покажу, из чего он состоит, и все. сразу с голосом, со всей фигнью. Голос писался на телефон как раз тогда, это год 15-16, я не помню. Короче, у нас тут прекрасная песня, состоящая из, сколько я там насчитал, дорожек, включаем по отдельности их, да, две бочки, идущей одной дорожкой. Мы не будем сейчас не эквалайзер, ничего, это просто, грубо говоря, бочка, пад, могу, ну, это какой-то mp3 льва файл, который я просто питчдаун сделал, даже ничего не менял. Но, еще раз, надо понимать, никакой иллюзии не надо испытывать, что если у меня мало звуков, это не значит, не надо думать, что вы можете набрать кучу не очень хороших звуков, скажем так, или не сочетающихся друг с другом звуков, и думать, что вот как бы, если мало звуков, то можно добиться по-любому крутого звучания. Крутого звучания можно добиться только тогда, когда вы научились сочетать звуки правильно. Отойди. Может не возвращаться. Короче, все выглядит так, что как будто все так просто, все такая ерунда. Вот мы сели, взяли три звука, вот я тик-тик-тик, все склеил, и все работает. Нет, ну надо понимать, что, еще раз, звуков мало, но по отдельности даже все эти звуки, они мне нравятся. Это ключевой фактор. То есть вообще, можно вообще никаких уроков не смотреть, ни о чем не думать, и доверять своим ушам, и своим ощущениям. Мне нравится этот звук, мне нравится этот сэмпл. Я просто изменил чуть-чуть звучание. И вокруг него я выстроил тремя-четырьмя звуками трек. Ну и при этом все остальные звуки Леша расставил вдоль как бы секвенсора вот фрути лупца, то есть в определенное место. То есть, да, трек ведет вот эта основная дорожка, и в какой-то момент появляются там хеты, кипи и так далее. Это же разговора композиции. Это разговор о том способе, да, то есть лейеринг, это классический. Вот сейчас одна дорожка, вторая, третья, пятая, шестая, седьмая, да. Короче, суть в том числе. Вот еще ты можешь помимо все-таки, Леша, как бы давай, вот я, ну, как бы, очень часто просто, да, разговоры плоскости, как бы создание музыки переходит в разговоры об ощущении до чувственном моменте. Это в моем случае всегда. Но все-таки я считаю, что помимо чувственного момента всегда существует еще какое-то следующее что-то, я не знаю, наслушанность, допустим, да, либо какая-то, либо, возможно, какое-то сразу видение того, к чему ты хочешь прийти. Вот в твоем случае все-таки, если представить, что ты перестал чувствовать, да, музон, как бы, чем бы ты еще руководствовался во время подборов тех же, тех же, вот, ваншотов, то есть отдельных звуков для своего трека. Я не знаю, как ответить на вопрос. Ну вот, я не могу представить ситуацию, при которой я не чувствую. У меня умывает ситуация, когда я могу слушать звуки, и я их не чувствую, но я и не работаю. Условно, ты в заданных рамках, когда тебе нужно озвучить, там, не знаю, какой-то кусок видео, да, и тебе не нравится, конечно. Даже здесь, даже здесь, все равно я, блин, выберу звук, который хоть как-то со мной резонирует. То есть я не могу, понимаете, я не могу взять вот какой-то, давай послушаем вот этот звук отдельно. Это просто обычный хай-хет, я не знаю, но если бы здесь был другой трек и вот этот же хай-хет, он мог бы не подойти туда, и я бы его не взял, потому что он не сочетается с другими звуками. То есть фокус не на том, что как по отдельности они все звучат, эти звуки, а фокус на том, как они сочетаются, как они дополняют, а не мешают друг другу. И речь не о том, как много их, а как эффективны они. То есть мы можем сейчас втроем петь синхронно, да, одну и ту же, там, в лесу родилась елочка, и все будет круто. Но если мы будем три разных песни петь, что получится? Три звука, но какая... Ну и вот ты ответил, мне кажется, на вопрос, потому что на самом деле многие же музыку все-таки делают, исходя из желания, чтобы она работала. Допустим, те, кто пишет музыку для клубов, я такое встречал, что как бы люди так прям, ну, они как бы так, ну, вот накидывают, то есть какие-то драм-партии, именно с целью, чтобы они качали, да, то есть вот как бы и используют там часто... Ты говоришь о расчете. Да, о расчете. Я поэтому имею в виду, Я сделаю дроп в нужный момент. Поэтому, в принципе, почти вся коммерческая техномузыка, которая сегодня есть, вы практически всегда услышите. Мой любимый дроп, это когда он не заканчивается вообще никогда. Нет, в этом плохого ничего нет. Это просто два способа. Я сторонник того, что есть чувства, вот я чувствую, что если я хочу, я чувствую, я хочу вот это, у меня прет это. Или я это использую, потому что это работает. Для меня это разные вещи, понимаешь, чувак, реально разные. Я не думаю, что ты используешь какие-то приемы, которые тебе вообще не канают, но ты думаешь, ну, вот это сработает. Нет, конечно. То есть мы говорим с Димой о том, что чувства для меня функциональность либо через ощущение. Нет, ну, конечно, я могу слушать и какой-то свой даже трек, у меня есть там момент дропа наступает, я чувствую пустовато. Но мне лично, не то, что я думаю, а как, что про меня подумают люди. Да, да, да. Мне не хватает, и я какую-нибудь херню туда могу впилить. Даже какую-то минимальную, но сам факт, что я опираюсь же на своих, как будто я стою, слушаю этот трек, и мне не хватает, а не кому-то что-то не хватает. И, конечно, ты пытаешься абстрагироваться, но это все относительно. Окей. Кир, а вот что-то, например генеративного какого-то трека. Давай я не про генеративный, я тебе покажу. Ну, имеется в виду, просто чтобы понимали, как это работает. Пример композиции, когда у тебя есть один и тот же синтезатор клонированный с небольшими изменениями в настройках, у тебя есть всего лишь три дорожки, которые, собственно, дают всю атмосферу. Тебе не нужен никакой ударной партии, ничего. Давай, да, супер. Это к разговору вот в усложненном лейеринге, когда мы берем один звук и делаем несколько повторений его с небольшими изменениями. Нас всем показать целиком, а потом по отдельности зверьки, с чем, как они звучат. Да, я надеюсь, сейчас будет звук. Пили сразу, когда они три звучат. Все, все. А, вот это. То есть, грубо говоря, у тебя сейчас две дорожки, сейчас третья. Сейчас третья. Вот к разговору для тех, кто не умеет аккорды писать. С аккордами не умеет работать. Дело в том, что, да, вот у меня этот набросок, я делал, у меня не было медиклавиатуры, я просто вот здесь нажимал. То есть, еще раз, это один и тот же звук, просто… Это не один и тот же звук. Нет, это просто три… Подожди, подожди, Дима говорил про один и тот же звук. Это здесь… У тебя три звука. Три синтезатора массив, да, с небольшими изменениями. Ну, это тоже посложнее чуть-чуть. Работа с панорамой и работа с пространством, по большому счету, все. Ну, то же самое можно было бы с одним синтезатором делать. Да, и вот по поводу то, что ты говорил, да, ухудшение качества. Я вот умышленно здесь положил такой плагин, как Redux, который ухудшает звук, да, понижает его битность. И по итогу ты получаешь очень классную атмосферу. Ну, это я музыку писал в несуществующей 8-битной игре. Ну, надеюсь, что эта музыка выйдет на лейбле рано или поздно. Поэтому, да, специально ухудшал звучание. Окей, хорошо, ладно, тогда едем дальше. Смотрите, вот важный такой момент, что вот эти среда, да, софта и iOS, она дает возможность для коллабораций, вот, ну, то есть в наше время очень удобно, да, можно коллаборировать. В плане, раньше нужно было на студию прийти, там, сидеть там вместе, вот, а сейчас можно проекты посылать друг другу. Нет, давай по-честному, не в iOS дело, не в это. Здесь среда под названием Телеграм позволяет тебе заниматься коллаборированием. Ну, почему? Ты можешь через Drop Me файл прислать, интернет позволяет. Да, просто интернет позволяет, да. Ребята с аналоговой студией не могут коллаборировать, они как бы, ну, типа, им нужно как бы вот... Подожди, ну, человек может сидеть дома там с своим любимым синтезатором записать, записать мне дорожку, прислать луп, и я уже с ней поработаю. Только он мне должен будет сказать, чувак, у меня вот тут 129 BPM и так далее. Да. Если, потому что, я вот, кстати, я недавно, кстати, прикол, я недавно делал ремикс на Галю Чикис в очередной раз. И мне очень понравился трек ее, я даже не стал там ничего менять, мне вот настолько понравилось в первой жизни моей, когда я не менял ремикс, ну, там только мелодию добавил и спел по-своему. Но почему я так сделал? Потому что у них все было написано на железе, и она, я говорю, слушай, я не могу синхронизировать. А, рассинхрон, который... Я не могу, все, лупа нету в треке, я не могу выбрать луп, знаешь, чтобы изменить, чтобы по-своему сделать. Все время все по-разному. Она говорит, у нас драм-машинка глючит. Класс. А мне-то что делать? Все, не только драм-машинка, там и синты, соответственно, по драм-машинку-то написаны, и все, соответственно, то есть если мы клок включим, оно не будет работать с треком, соответственно, как мне ремиксы делать? Такая же история. Готовимся к выступлению. Ты пригласил нас выступать, как петербургская звуковая система с Даником. Мы готовимся к выступлению и понимаем, что у нас рассинхрон идет. В какой-то момент идет просто все. А что делать? Да, ресинхронизация. Что мы делаем? Звоним Кузе, как знатоку аналоговый девайс. Кузе, что такое? Ну да, у эктотрека действительно есть такая проблема, вам нужно купить еще дополнительный девайс, который будет раздавать MIDI-клок. Вот к разговору опять плюсы и минусы. Что мы сделали? Даня, у тебя, я на тот момент не работал в Аблитоне. Даня, у тебя Аблитон, давай мы все подконнектим тебя к Аблитону, будет раздавать MIDI. Все подключили, все работает. То есть в конечном итоге получается. То есть у человека можно коллаборировать все со всеми и на всяких девайсах я знаю, что вы коллаборировали, то есть ты делал трек из трека Леши. Можешь Леша показать этот трек, вернемся к прошлому проекту? Просто посмотрим. Ну просто надо сказать, что мы не коллаборируем, у нас просто есть проект. Мы просто друзья. Окей, да. У тебя есть проект, который ты отосвал Кири. Да не проект, а просто кусок какой-то трезвука. Короче, все очень просто. Я сажусь. Я не люблю заморачиваться, он любит. Соответственно, что я делаю? Я сел за 15 минут, что-то пик, Кирюш, и вот он две недели сидит, типа, да, да, да. Да я не хочу больше делать эту музыку. Да. Да я тоже не хочу, Кирюх. Вот. А мне-то чего? Я свою работу сделал, а ты уж там у нас хочешь закончить. Вот заканчивай, как тебе нравится, запаривайся. То есть я просто делаю три дорожки. Нет, это просто такой средний пример. Просто включили уже. Я хочу поговорить. Короче, это уже так, да? То есть здесь синтезатор, классическое звучание Лёшеньки. Прямой бочканаложение, но поскольку ритм, я считаю, что он должен сделать здесь просто для атака, для жжения. Просто клэпы добавились. Всё. Это всё, что я здесь делаю. И соответственно, я, кстати, BPM мы видим, меня у сына, и ещё это 129 BPM. То есть, комитет нам, и там он бы сделал. Ещё раз напомню, я это суббит. У меня 129 BPM. И я ему отсылаю бабки. То есть, это мы не делимся проектами. Это нам. То есть, я могу это делать, нежели есть, ничемного. Всё, я ему это отправил отдельными вот так дорожками. Он мне отправляет BPM, отправляет просто зипска с дорожками. Как это происходит? Послушай, нравится? Всё делай. А потом выяснилось, что это там три года назад было. Ну да, да, да. И что ты делал с этим? Покажи, пожалуйста. Ну, по итогу получилось две версии. Одна лёгкая, другая. Держу. Кто может открыть проект, показать, как это всё? Да, я сейчас покажу. Дело в том, что я работаю на студии на старом макбоке и не все плагины открываются, но на это не мотивление покажем. То есть, сколько у нас BPM будет? 150. 150. Мне 129, но это не важно. Человек просто с этого товарка он ускорил и без проблем. еще раз, и другую версию, и другую версию. другую музыку не сразу с разгона. Не сразу с разгона. Не можешь открыть проект, как-то как-то присутствовал при создании, нет? Да, причина чем, да. Я бы в качестве для коллаборации нет препятствий вообще никаких. На чем бы вы ни делали, что бы вы ни делали, у вас из интернета обменялись правильным, за друг друга предупредить. Вы должны датой нормально поделиться. BPM и ему должно понравиться то, что я сделал. Все. Одна, две, три дорожки. 50, не важно. Он, ну, надо тоже принимать, но здесь вопрос сега. Я мог бы сказать, что за ритм такой, сделай техно. Круто. То есть я должен понимать, что отдавая на коллаб какую-то историю свою, я должен быть готовым к тому, что этот человек сделает... На самом деле, я так скажу, я мало с кем коллаборировал, но с Алексеем получается очень классно. С Сергеевичем. С Сергеевичем, да. Алексеем Сергеевичем. Он просто присылает себе наброс и говорит, типа, нравится? А ты такой, нормально. Но он иногда реагирует, что типа, а что ты не отреагировал? Что тебе не нравится? Что тебе? Слишком руссконародное? Да не, не, Лех, и все возьмут. По итогу ты делаешь, и все. Да, все нормально, все хорошо. Понятно. Ну, в общем, мы поняли, что, в общем-то, комп, как бы, не то, чтобы ключ к коллаборации, но все-таки дает возможность быть непривязанным к чему-то. Слушай, ну, я не знаю, ты знаешь, у меня такой вопрос. У меня такой вопрос, скорее, больше. Все-таки, раз у тебя эта штука сегодня стоит на столе, ты можешь рассказать, пожалуйста, почему все-таки, да, или можешь что-то показать, почему тебе нравится iPad, и почему его... А можно переключить пока на Алексея Сергеевича? И почему iPad сейчас можно считать полноценным музыкальным инструментом от и до для создания там музыки? Кстати, до сих пор 99,9% людей и опытных продюсеров даже не допускают мысли, что iPad это сегодня абсолютно полноценная станция, точно такая же, как огромная студия. А теперь обратно можно... При том, что Gorillaz, по-моему, 10 лет назад сделали альбом. Björk уже сколько альбомов на нем написал. Небольшой миф, то, что они сделали целиком и полностью. Björk делал. Björk делал. Одна из первых, кто двигал iPad на широкие массы. Относительно недавно, года два назад Madlib выпустил для... с кем-то совместный проект у него был. Полностью написал музыку на iPad. Короче, даже если нет денег у вас на лэптоп или на купить iPad, то тебе вообще больше никаких MPC, Roland, SP не нужно. Вообще ничего не нужно. Ты просто покупаешь iPad, даже простой базовый, который называется просто iPad, не iPad, Air, не iPad Pro. А в чем суть? Почему так-то... Ты типа как бы... Ну, почему как бы целую MPC-шку заменяет iPad? Ну, потому что у тебя может быть не одна MPC-шка, а их десятки. Их можно одновременно все друг к другу включить. Их друг к другу подружить, да, и плюс у тебя, повторюсь, неограниченное количество эффектов. Ты можешь их клонировать, клонировать, клонировать. Изначально, когда я пришел к iPad музыке, это был где-то 2013 год, на тот момент существовало очень ограниченное количество синтезаторов, каких-то программ, для iPad'а. Для iPad'а именно, да. И плагины существовали, точнее, даже не плагины, это были программы, это формата InterApp Audio, которые не открывались как самостоятельные плагины. То есть не было никакой среды, где ты можешь открыть какую-то программу, купленную на iOS, чтобы она у тебя работала. У тебя просто был самостоятельный синтезатор, и потом ребята из AudioBuds появились такие, которые сказали, а мы можем позволить вам сделать маршрутизацию. То есть когда у тебя есть в начале цепочки синтезатор, потом идет обработка эффектами какими-то, и на конечном итоге у тебя есть какая-то программа, которая просто рекордер, которая записывает все, что происходит в синтезаторе и с помощью обработки эффекта. А потом компания Apple посмотрела, говорит, ребята, какие вы молодцы, если вкратце, если утрировано. Они говорят, а давайте мы создадим для вас формат отдельный, да? Я говорил про AudioUnit, они говорят, а давайте мы создадим для вас AudioUnit версии 3 непосредственно для iOS, когда вы можете открывать как плагины в какой-то среде. И поэтому пошла эволюция, пошло развитие. Ты имеешь в виду то, что можно сразу несколько музыкальных устройств запускать одновременно? Ты купил синтезатор, либо ты не купил синтезатор. Ты сейчас просто можешь зайти в iOS и скачать очень много бесплатных плагинов. Тебе не нужно ничего покупать. Ты можешь полноценно делать музыку, ничего не покупая. Скажи, пожалуйста, а тактильность как-то предопределяет архитектуру этих плагинов? То есть можно ли их как-то сказать, что они дают какой-то другой, не знаю, экспириенс, вот пользовательские, в отличие от сред типа Эблтон и Фрутина? Замечательный пример. Я приезжаю, у меня племянник, сын моей сестренки, очень маленький был, когда я приезжал к нему корк, волка, сэмпл. Ему года три, наверное, было. Вот он что-то тыкал-тыкал, ничего не понимал, но меня какие-то звуки извлекал. Мы все радовались, ребенок музыкой занимается. И сейчас он идет уже во второй класс, я приехал к нему с айпэдом и дал ему программу. Все. Для него это вообще очень все... Он сидит при мне и создает композицию полностью. То есть для детей сейчас... Это хороший, кстати, пример, потому что действительно айпэд, ну прям, если бы, не знаю, мне в детстве его дали, что бы со мной случилось, непонятно. Но такой момент, вот лично для тебя есть что-то, помимо того, что он еще проще в перемещениях, чем компьютер? За что тебе нравится? Ну, не проще. Он не проще. Он не проще. Я сказал, что проще в перемещении, имеется в виду, компьютер нужно там как-то заражать. А, мобильность? Крупнее, да. Да, нам намного проще. Но внутреннее не проще. Вот, да, элементарно я сегодня привезу домой, что я сделаю? Ну, во-первых, посмотрю ютубчик, посмотрю там турнир по Call of Duty и напишу какой-нибудь классный какой-нибудь набросочек. Может быть, выложу в Инстаграм. Да. В этом плане удобно. Я посмотрел YouTube, перевернул страницу и сделал трек. Ответил на сообщение тот же, да. Да, да, да. Здесь создал обложку, выложил на Бэнкэмп, получил фидбэк. Да, да. Деньги перевел тот же. Да, деньги перевел, ответил там по каким-то вопросам. То есть это еще более прямой путь к тому, чтобы сделать трек, нежели компьютер? Ты хочешь это сказать? Вы указали в описании о том, что типа я создатель лейбла, который уже не существует лет семь, Shells Rattle. Но тем не менее, да. Не я только. Формации, радио-шоу и собственно лейбла Shells Rattle. Так вот, Shells Rattle лейбл появился, когда у меня появился первый iPad. iPad mini 1, который позволил мне делать обложки, писать музыку, общаться в интернете с ребятами, приглашать их на лейбл и выпускать собственно музыку. И контролировать собственно все. В смысле все через iPad, да? Все через iPad. До этого я ничего такого не собирался делать. А сейчас так вообще? Видеоряды я делал, да. Тут же клип на него можешь снять, обработать. Я изготовил пластинку, снял на iPad mini 1 в Сосновском лесу видеоклип, выложил в интернет, вот пожалуйста, пластинка вышла. То есть вообще все? Да. Полностью весь продакшн, iPad mini 1 мне позволил сделать. Это понятно, да. Я просто хотел понять все-таки, Леша так использует компьютер, он все на нем делает. Почему все-таки ты как бы так пристрастился к нему? Ну окей, скажи, пожалуйста, а что насчет звука? Вот как он выглядит? Надо включить. Потому что, ну, опять же таки, мы говорим про звук, а что насчет качества звука? Есть ли какие-то... Можно я про качество звука сейчас быстро скажу? Знаешь что? Давай, давай. Вот пожалуйста, у меня еще раз, жена начала музыку три года назад делать. У нее появился iPad, она стала делать музыку. Ничего не понимает. По факту она делает у нее треков больше, чем у нас вместе взяток, наверное. Ну и это... Короче, не умеет она ничего, не понимает она ничего, и она берет... Какая-то программа у вас называлась, ты первая, и поставил не которая гараж-бенд, а другая, как она называется. Ладно, не важно. Она просто делает... Нано-студия? Да. Четыре дорожки делает, включает и говорит, слушай, а можешь мне подсвести трек? И мне типа перекидывает файлы. Я открываю у себя на компе, то есть я человек с 20-летним опытом работы со звуком. Я включаю ее звук, человек, который вообще ни хрена в звуке не понимает. И она с этой нано-студией звучит в три раза жирнее, чем я, еще ничего не умея сводить. Понятно, что там музыка понятна какая была, да, на первых парах. Там факт, что уже звук в самом начале был крутейший, и он до сих пор без звуковых карт, без ничего, не умея ничего сводить. Еще раз, не умея мастерить, у нее, ей позволяет iPad звучать уже круто относительно, конечно. Да нет, там вопрос. В смысле, звук, он не хуже. А какое количество звука? Почему оно должно быть хуже, если те же самые производители, которые выпускают плагины под MacBook, выпускают те же самые плагины под iOS? Короче, его звук даже лучше в чем-то. Вот FabFilter, Waves, все выпускают плагины. В 2013 году, если ты приобретал DAW под названием Aureo Pro, у тебя в комплекте был пак FabFilter. Это было вообще просто в 2013 году у тебя на iPad FabFilter, весь пак. Это космос. Не, ну у тебя может быть FabFilter на iPad, но при этом iPad сам давать звук не очень. Вот о чем разговор. Почему? А почему? Вот давай мы у всех людей спросим, кто говорит, что iPad это неполноценная станция для создания музыки. Мы им отвечаем. Это полноценная станция, дающая охренительный звук. Вам даже не нужен интерфейс, чуваки. Более того, вы можете купить недорогие колонки, там Bluetooth, вам даже провода не нужны. Вы просто сидите в машине, я не знаю, в офисе, где на даче. Но через Bluetooth просто у вас будет неважно. Вы делаете музыку и вы не в тех рамках, когда люди вынуждены были тратить сотни тысяч чего бы там ни было для того, чтобы просто начать писать музыку. Сегодня вы за 15 тысяч рублей, грубо говоря, себе этот планшет купили и все. И вы полноценный продюсер. И у вас охренительный качественный звук и возможности. Окей, хорошо, ребята, супер. Спасибо вам с вами. Мы еще не заканчиваем. Я просто благодарю за то, что под раскрыющую историю. Надеюсь, можно потише. Можешь выключить это уже, да. Спасибо. Надеюсь, что для кого-то... Показал звук сайпадом. Я только показал звук сайпадом. Сайпад, да. Выключай, да. Надеюсь, для кого-то это станет спасительным, скажем так, каким-то знаком для того, чтобы уже встать и начать делать музыку из того, что есть. Скажите, пожалуйста, а вот что делать, если не получается то, что бы хотелось слышать, да, то есть, вот, допустим, нравится человеку слушать, не знаю, какую-то хоть ультрасовременную какую-то музыку, там, не знаю, которую, условно, делает какой-нибудь там лейбл 3xl, а вот у него не получается ее делать. Вот что в этом случае, как быть? Ну и это может быть любой пример, да, вот, ваши действия и ваши советы, потому что для многих эта ситуация, ну, она конфузит, то есть, ты вроде как бы такой, даже нашел свою удобную, там, скажем, купился iPad, знаешь, что как бы вот-вот можно быстро на нем накидать трек, но у тебя ну, а получается у тебя какая-то кракозябра. А ты когда, а ты думаешь, что ни у кого не получалось кракозябра? А ты вообще, да, о чем? Нет, я не сказал, что ни у кого не получается, какая-то, я как раз ты говорил, что она... Ваш mindset в этот момент, вот как вы относитесь... Так а я сегодня тоже, я тоже начинаю слейбл, я тоже туда хочу, я вот слушаю свою музыку, блин, и она все равно мне кажется туда не подходит, и что мне делать? То есть, если мы говорим о начинающем продюсере, который еще опыта не имеет все-таки, да, если это так, и он от того, что видит в голове и от того, что слышит в ушах, что у него получилось километры, он может, конечно, загрустить немножко, но, извините, а если вы такие, типа, живете в каком-нибудь Улан-Удэ, у вас нет там интернета и так далее, но вы и спортзалов, а вы хотите, короче, олимпийским чемпионом стать, что вам нужно сделать? Я думаю, то же самое, значит, взять два пенька, соединить и начать качаться, то же самое, ну, как бы, не потратив какое-то количество усилий, возвращаемся к самому началу, я просто и говорил, желание, все, мне кажется, ты сам себе создаешь препятствия, аналоговый звук, не аналоговый звук, какая разница, это все, не есть, я могу сказать, так, вот мы с тобой сидим со своей музыкой, вот эта, генеративная, такая, такая, сейчас придется такой дядя Вася с пилой, при нем он так вот сделает просто, и мы отдыхать будем здесь сидеть, потому что он будет просто какой-то крутейший, глубочайший музон давать нам тут, понимаешь, вселенский, со своей пилой, я серьезно, напомню, серьезно говорю, глубже баха там и так далее, и многие со мной согласятся, музыканты, потому что тут же вопрос в том, что где ты находишься, кто ты, в какой-то среде, что ты чувствуешь и чего ты хочешь, если ты в точке А хочешь оказаться в точке Б, ну камон, ну не бывает как бы вот телепорта, не существует, нужно быть готовым к тому, что тебе придется сожрать очень много чего на пути, но главное, что надо отдавать себе отчет, потому что когда ты начинаешь, конечно ты далек от той, как бы точки, в которой бы хотел оказаться, главное, как бы сказал Винстон Черчилль, никогда не сдаваться, я вот до сих пор тоже сижу и как бы, у меня тоже много чего до сих пор не получается, у меня куча вопросов и мало ответов на сегодняшний день, то есть может быть от меня начинающего я, я конечно далеко ушел, но от меня сегодняшнего я не в точке Б, а далеко, и у меня много вопросов и ответов мне никто не дает, и мне приходится опять просыпаться с утра, преодолевать лень, грусть, депрессию, прокрастинацию, кризисы и продолжать заниматься музыкой, как мы все говорили, когда тебе 40, а ты все еще пытаешься стать успешным, это нормально вообще, а когда тебе 18, а когда тебе 12, а когда тебе 60, это актуально всегда и для всех, и даже для профессионалов, потому что высшей точки развития не достичь никому и никогда, в этом и прелесть жизни, поэтому один совет, сложно, страшно, ну я говорю, я всегда всем одно советую, легко советовать, если у вас, создайте вокруг себя ту атмосферу и ту, то окружение, которое вас будет вдохновлять, а не наоборот, если вы занимаетесь музыкой, а ваши друзья говорят, что вы идиот, у вас потенциал будет падать, если только у вас не очень крутой характер, когда вы можете всех отодвинуть, сказать, вы дебилы, ничего не понимаете, я буду заниматься своим, а если вы окружены людьми, которые вас давят, ну, значит, не делитесь с ними тем, чем занимаетесь, отходите от них, тянитесь тем, кто вас будет вдохновлять на это, но еще раз говорю, ты можешь и пять лет этим заниматься, и потом выйти просто, за секунду, просто все бросить, и выйти, есть люди, которые, которые, мы тут посмотрим, я, да, хорошо, я тут мотивационный спич, я бы уготовился, понимаешь, целые две секунды, другая тема, звуковые методы, да, вот, поэтому у меня такой вопрос, ну, это тоже метод, в жизни, ну, да, согласен, легко говорить, а вот проходить этот понедельник, вторник, среду, в четверг ты встаешь, ну, купил я все айпад, ну, а есть вот, как бы, крутые музыканты, а у меня какая-то, что делать, заниматься дальше, просыпаться утром, заниматься, если вам падлу, если вас это напрягает, так чего вы оттуда лезете, занимайтесь другими, да, просто вопрос желания, терпение, высичивость, конечно, важно, 15 минут, 20 минут в день, 10 часов в неделю, не придумывайте себе преград, она вот в этот звук, вот, об этом разговоре, не поймут, пожалуйста, афикс твин, оцени мою музыку, ты хочешь музыку писать, для того, чтобы тебя оценивать, афикс твин, или ты хочешь музыку писать, потому что ты делаешь изнутри, все, сказал как идеалит, да? Да, пожалуйста, такой вопрос, вот, если говорить про звуковые методы, и про их поиски, потому что, ну, мы не будем исключать, что методов, как бы, этого, звуковых методов, да, их может быть много, вот, что бы вы посоветовали, и вообще, где ищите какое-то вдохновение, и какое-то технические, технические, какие-то информационные, не знаю, ресурсы, не знаю, среды, комьюнити, комьюнити, и так далее, вот, ну, да, давай, вот, твой ресурс. Я на самом деле не собираюсь делать рекламу своему ресурсу, это ресурс для моих друзей. Ему интересны девайсы, интересны какие-то плагины, интересны какие-то истории, которые происходят в определенном, да, сегменте, и поскольку ему интересно, он находит источники, и аккумулирует у себя это, и собирает. А мне, например, пофигу. Алексей Сергеевич, Никитин менеджер? Нет, я хотел сказать, я хотел спросить, как раз таки, первое, хотел спросить, про первоисточник, где вы берете, где брать информацию, куда обратиться? Если, скажем, условно, ты не хочешь делать рекламу, окей, и кому-то вдруг, как бы, ну, кто-то не хочет пользоваться Телеграмом, давай пример конкретный. Куда, куда обратиться? Конкретный пример. И вот, ну, типа, не знаю, какие-то, может быть, какие-то ютюберы есть, которые круто дают, какие-то ресурсы, паблики, журналы, интернет-издания, которые, ну, могут помочь, как бы, найти вдохновение. Но сейчас все сидят в Телеграме. Сейчас никаких проблем, нет, не составит, ну, в Телеграме, в строке поисков, бить iPad Music, и тебе выскочит несколько пабликов, если они существуют, а iPad Music, и бить VST for free, выскочит еще больше пабликов. А на ютюбе? А на ютюбе вообще ничего не нужно делать. Все еще и предложки после этого посыпятся так, чтобы от них отбиваться. Max for life, for free. Куча всего, куча ресурсов. Или how to, и написал. И все, у тебя предложки начнут сыпаться неделя за неделю, ты не остановишься. Это опять возвращаемся к тому, что типа плагин, аналоговый звук. Не, 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 не такой вопрос. Не такой вопрос. Опять вопрос желания. Я не назову конкретного источника. Какие-то ресурсы, которые ты посоветовал для того, чтобы прокачать свои уже знания, либо как-то наполниться еще в отношении производства музыки. Смотри, вот давай так, я за всех скажу. Я когда впервые установил трактор, хотел, я сначала, мне нравилось, то есть вот эта появилась штука, я захотел с ней музыку играть с трактора. Я открываю его и ничего не понимаю. И я вспоминаю свой прошлый опыт, когда не было интернета, бла-бла-бла. А что мне делать? Я захожу на YouTube, трактор с нуля на русском. Смотрю, ничего нет. На английском. Потом как-то по-другому сформулировал и попал на какую-то там контору, звук она называлась или как-то так. И там я посмотрел 5 или 6 уроков, не знаю, по сколько продолжительности бесплатных, трактор с нуля. Я через там несколько часов все понимал про трактор. Я уже и миксы писал, и играл с него, и все круто. А методом тыка, конечно, я бы гораздо дольше сидел. Ну я вообще, и что такое кей? Как он там работает, как он не работает, гейный, почему автогейн, не автогейн, как сводить барсами или лупами, когда вступает, когда не вступает. Методом жтык, вы представляете, сколько можно времени потратить? Ну, на YouTube мне дал ответ за 5 минут, но я потратил время на то, чтобы посмотреть видеоуроки. А источник, какая разница, их миллион. Я не согласен с тобой. Почему? Потому что огромное количество ужасных туториалов, которые просто забирают твое время, когда человек первые 7 минут или 10, он сидит и рассказывает про то, что он будет рассказывать. Ремонтайни, твоё знаешь. Я на 1.75 слушаю скорость, он на 2. На 2. Плюс долга всякого кликбейта и так далее. Ищи, ищи. Окей, ладно. Согласен, что в принципе YouTube, как бы, я могу сказать, что Ned Rush вообще король всех и мне кажется, это самый вообще крутой чувак вообще в YouTube, который показывает границы вообще того, Он тебе подходит, а кто-то скажет, что скучно будет. Один из. Вообще уже куда интересный. Поэтому как можно от кого-то конкретного сводить? Смотрите, такой вопрос. А вот искусственный интеллект, что скажете? Как можно это применять сейчас и куда можно зайти, если не просто вбивать промт, а всё-таки использовать в своей музыке? на днях мне Лапти прислал трек. Смотри, Лёха, этот, Дрейк, и уикенд сделал искусственный интеллект трек, послушай, уже там его пытаются отовсюду удалить, потому что не у миллиарда стримов. Я включаю трек. Голос Дрейка 100%, ну, 90%. Голос уикенда 90% совпадает. Всё поёт, всё с музыкой синхронно, всё круто. Сказали бы мне, что это их трек, я бы, конечно, поверил. Сказали бы мне, что это искусственный интеллект, я бы тоже поверил, но тоже задался вопросом, а так ли это, потому что первоисточника нет. И возникли вопрос даже к тому, что, типа, вот сейчас появился искусственный интеллект, и что дальше? Сможете искусственный интеллект... Как-то применять в работе, вот, ну, ты, как бы, ну, ты или кто-то, допустим, вот, хочет как-то включить в свой обиход, в рутину студийную, как-то можно внедрить? Я, например, всю жизнь стремился к рандомайзерам. Любые плагины, которые позволяют мне... Или вот, хорошо, а искусственный интеллект, если я, например, не умею аккордами пользоваться, я беру, ставлю приложение... Нет. Так он за меня аккорды ставит, я их не шарю в них. Ну, это же... Ну, не я же это делаю. Я тебе к тому говорю, что мы всё равно уже интегрированы в это поле в той или иной степени. Надо просто... Искусственный интеллект, это уже человек, пользующийся смартфоном, он является... Ну, мы уже... Да, мы уже андроиды наполовину. Короче, суть в том, что всё, что сейчас приходит... Вот пока в мою жизнь искусственный интеллект не вошёл в мой продакшн, вот в прямую. Вот если появится что-то, вот завтра он мне позвонит, скажет, слушай, а вот такая фишка, такой плагин, вот этот, там, АИ, условно, да, он может тебе вот это сделать. Я, конечно, воспользуюсь, безусловно, и не надо этого бояться. Всё, круто. Всё, что приходит, надо юзать по возможности. Только понять, подходит тебе это или нет, что бы это ни было. Проходят по такому же пути, как человек сидит и не знает, с чего ему начать. Вот поставил программу, а нужно плагины. А друзья говорят, там классные какие-то плагины появились поставить. А вообще, может быть, и синтезатор купить. Блин, а ещё искусственный интеллект. А что же мне делать-то? И по итогу, ни музыки, ни искусственного интеллекта. Попробуй хоть что-нибудь же. И сам он превратился в искусственный интеллект. Понимаешь? Здесь вопрос очень всё просто. Вот вы пришли, Кирилл, Лёх, как писать музыку? Ребята, просто начать писать. Вообще, больше ничего не было. Что было не получалось? Какая бы фигня не выходила, да. Просто начать писать. Если мне сейчас отобрать все эти инструменты, я не прекращу делать музыку, потому что, что я делал со школы? А я петь буду просто. А ты будешь под это петь. Я сделаю вид, а он будет петь. И мне не нужно быть ни девайсы, ни искусственный интеллект, ни генеративная музыка, ни какой подход. А ещё, слава богу, что я не знал вопрос по поводу, что меня вдохновляет. Ничего. Сам процесс. Он спросил, что я не стал. Слава богу. Зачем? У нас тема другая. Ну, кстати, все тоже есть. Просто писать нужно по поводу методов. Да нет, только методов. Ты просто садишься и делаешь. Мотивация. Спасибо за вопрос. Как вдохновение может повлиять на рождение новых звуковых методов либо каких-то решений? Вот смотри прикол. Что такое для меня вдохновение? Лёха говорит, Кир, есть некий набросок, он мне присылает. Я такой, класс, работаем. Я вдохновился? Вдохновился. А как это ещё работает? Я кого-то послушал и пошёл делать музыку, так? Да, это так. Но когда ты со мной говорил, такой же вопрос мне задавал, у озера мы сидели, типа, про вдохновение. Я тогда понял, что в моём уже случае, когда я прошёл такой путь, который я прошёл, вот это, знаете, первый год-два, ты на эйфоретиках, тебе как бы, ой, я сейчас трек делаю, неужели этот трек я? Вот это я сделал, вау, послушай, собака, посмотри, это сделал я, я почти аффикс-твин. Вот. А через три года, через четыре, через пять, ты уже такой, с мешками под глазами, и друзей у тебя не осталось, как бы, и релизов у тебя нет, и ты такой, и что я делаю, кому это надо, и нужно ли мне продолжать? Вот и здесь начинается работа, на самом деле. Когда эйфория ушла, иллюзии разбились, ты остался один, тебе плохо, и вот тут вступаю я, я говорю. И вот на протяжении всего разговора играет генеративная музыка, да, и когда тебе плохо, надо... Крутой музон, и вот это и есть генеративная музыка, то есть мы болтаем, а она сама там что-то делает. Если я даже остановлю, нажму стоп, она собака продолжает. Она все равно будет продолжать играть. Вы смотрите, вот он, вот он искусственный интеллект, он решил, что нужно продолжать. Хорошо, у меня такой финальный вопрос есть. Надо вот таким же быть, как генеративная музыка. Все остановилось, а ты продолжаешь. Да, да. Супер, я согласен. Финальный у меня вопрос для вас, ребят. Только, пожалуйста, не отвечайте на него вопрос-ответом, делай, как чувствуешь. Представим ситуацию. Только такой ответ на все вопросы, Не, 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 сейчас так не прокатит. Представьте ситуацию, вот вам нравится звучание какого-то, да, продюсера, и вы хотите как-то приблизиться не в своем продакшене, а конкретно в рамках одного EP к звучанию вот этого человека. Что бы вы посоветовали? Это вопрос из личного? Нет, это реально вопрос. Мне кажется, да. Ну ладно. Есть такие вопросы у людей, как конкретному релизу типа специфики вот такого звучания, вот такого релиза? Нет, техники как можно сделать так, скажем, ну, то есть, человек, который не умеет делать звук любой, каким путем пойти для того, чтобы воссоздать какое-то звучание? Если ты человек, у которого нет определенного пути, по которому ты не прошел, да, и не развился, о каком вообще звучании нет речи, да, если ты человек, продюсер, который там лет пять уже занимался, и тебе вот нравится музыка Брайна Ина, Аффикс Атвина, и ты хочешь приблизиться к этому звучанию, открываешь YouTube. Как сделать музыку, как Брайна Ина? Как сделать музыку, как Бьюрио? У тебя там прям подорожечный, поэтапно все расскажет, как это сделать. Вопрос, будешь ли ты это в этой музыке? Будешь ли ты? Я просто скорее про ваш личный, ваше личное видение. А когда мы все, когда там остановления было, не было, не было, не было ничего. Вот в этом-то и проблема. Мы, кстати, ехали в метро, вчера тоже об этом, вроде вчера разговаривали по поводу того, что, как раньше выходила музыка, ну, не знаю, там, в 98-2003 году вышел альбом у музыканта, и у музыканта выходит альбом раз в год, и у тебя есть физический носитель в виде кассеты, либо CD, что ты делаешь, ты каждый божий день слушаешь, и тебе пил одну кассету, и слушаешь ее. А перед полгода ты такой, блин, на самом деле, приятно. Если ты слушаешь эту кассету каждый день, и через неделю такую, вааааа. Либо ты начинаешь фокусироваться, блин, а тут какие-то эффекты, а тут какие-то хай-хай. А сейчас как мы слушаем музыку? И так ты воспитываешься, а ты сейчас что слушаешь? Вот этот трек понравился, все, альбом говно. Вот ты сейчас сказал, ты внимательно слушаешь это, 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 да, то есть, вот ответ на мой вопрос. Сейчас такого нету. У нас такого восприятия нет, мы все расфокусированы, мы за пять минут успеваем позавтракать, сходить в туалет, посмотреть фильм и так далее. Можно об этом говорить, но никто бы так сделать, Уже такого практически нет, поэтому это неактуально. А если тебя все-таки цепанула какая-то история конкретная, тебя к ней тянет, уверяю, сейчас столько источников информации, но только ленивый не найдет. Вот у меня мой плейлист, я не при источнике, Леша, спрашивал, я спрашивал про твой личный, как бы, совет или твой личный подход. Ну, типа, у меня, когда я хотел, когда я делал, как бы ты в этом действовал, я знаю про существование интернет. У меня был в одиннадцатом году, когда я вот услышал три трека Берека, я такой, о, блин, мне так, меня так это попало, и я такой, а как, типа, как он так делает? мне действительно, мне очень понравилось. Я как-то вот, послушав в три раза его музыку, я сел и стал делать, типа, как бы я... Ну, это, кстати, классный, классный пример, потому что ты воссоздал, я не мог, я же не мог разобрать, типа, а как он этот бас сделал, а где он эти вокалы сэмбла, а как он их так пичал, я до сих пор, например, не знаю, я не удостужился ни разу посмотреть видео, как он там пичал, с пичалом работает. Ну, вот в твоем случае, это чистая удача, или ты методом тыгра... Ну, почему? Ну, я, например, понимаю, что там R&B какой-нибудь вокал, я такой беру, качаю в библиотеку акапелл, и там, опа, R&B какой-нибудь, опа, взял пичдаун, пичап сделал, о, мне нравится. Так у меня даже не рядом звучало, чувак, вот даже не рядом. Меня очень много сравнивали с его звучанием, что я под него очень сильно кашу, уверяю, я очень старался под него касить, но у меня ни хрена не получилось. Я где-то рядышком был, но у меня совсем все не так было. Ты слушаешь ритм, даже вот, вот Кирик говорит, ты купил кассету Public Enemy, Бумбэп эту, да, ритмику, как она была написана, как она была сделана, ты не понимаешь, но когда у тебя появился первый компьютер, ты начинаешь писать музыку, ты вот это, у тебя это все равно запечатлелось, потому что ты имитируешь, ты все равно это делаешь. То же самое с Буриком, что круто, у него очень сложные ритмические конструкции, подборы звуков, ты что-то слышишь, и ты воспроизводишь это теми инструментами, которые у тебя есть, пытаешься, но ты понятия не имеешь, какие брал он инструменты, как он делал, нет инструкции, ты просто на слух это делаешь, чтобы вот это в эту атмосферу подгрузиться, которая тебя цепанула. И все, мне кажется, вообще через это каждый, ну практически каждый продюсер, особенно начинающий, пройдет. Ему будет очень сильно чья-то музыка нравится, и он на первых этапах будет пытаться ее копировать. Это нормально, еще раз говорю, я всегда об этом говорю. Это нормально, и не надо этого бояться. Это не то, что нормально, это естественно. Ну просто ты так научишься чему-то. Я, например, научился, я прямо сейчас могу... Когда ты рождаешься, ты начинаешь имитировать своих родителей. В общем, вообще-то он так же и в музыке-то происходит. Но нет инструкции, типа, а где звуки он брал, какие они как-то... Сейчас уже с интернетом все это есть разложено на щепочке. А тогда этого не было. Это просто на слухах. Так в принципе, мы и сегодня все на слух делаем. Притом, обилие информации, я все равно все на слух делаю. Ну то есть ответ такой, что нужно тренировать свой слух. Правильно я понимаю? Если подытожить то, что вы сейчас сказали. То есть нужно внимательно слушать исходник и анализировать то, что в нем происходит. Я думаю, что если этот исходник с тобой действительно резонирует, ты его прям прочувствовал, ты в эту атмосферу погрузился сердцем, ты его реально чувствуешь. Ты хочешь писать музыку как кто-то, либо ты хочешь писать музыку? Опять же вопрос. Ну, слушай... Не, ну ты вдохновляешься, в смысле, мне нравится, что так у чувака падает, потому что ли ты там UK Bass берешь. Про вопрос, что когда тебе, ну, техническая задача. Мы сейчас говорим, как вот, чисто с профессиональной точки зрения. Вот смотри, на днях, он взял UK Bass, один из моих любимых, взял сэмпл, наиграл на наш трек ну, типа как-то не так звучит. Такой, надо мне сесть, короче, изгенерить его самому этот звук. Он сел... Ты смотрел где-то уроки? Честно, смотри, там пила. Взяла, открыла массив... Ну, два осциллятора, две пилы и просто немножко по разной тональности все у меня получилось. И сам генерил этот бас, вместо того, чтобы сэмпл использовать. Даже где-то не учат. Просто сидишь, крутишь, пытаешь спать, но у тебя уже есть примерное представление о том, как генерить звук. У меня его, например, нету. Я, скорее всего, вот у меня вот был вот такой бас. Но еще раз говорю, когда мы всему этому учились, не было, блин, нигде ни инструкции, ни примеров. Все только на слух. Ты пытаешься сделать... Если у меня не получалось UK бас, у меня будет что-то очень отдаленно похоже на UK бас, но все равно бас. А потом будут писать эти критики у Алексея вроде бы как бы намек на... Но это пост. Так, потому что я не смог скопировать, я не знаю... А на самом деле он просто не смог скопировать. Я не получил. А люди уже начинают переписывать, что это его индивидуальный стиль. Так, а так и получается. Потому что все равно я делаю так, как мне нравится, так, как я чувствую. То есть я выступаю за то, что тебе нравится, как я... Все-таки ты ответил, делай, как чувствуешь. Ну а как? Именно. Ну а как иначе? Тогда это будет. Искусство, оно про то, как ты чувствуешь. Если ты не чувствуешь, у тебя не получится искусство. Точно. Ладно, ладно. Я просто чутка другой вопрос задал. А в такой момент... Поняту инструкцию. В такой момент, тоже важная тема для многих. Синтез звука. Вот ты, Кири, чтобы... Какая ситуация у тебя? Что тебя вообще в этом плане драйвит? Почему ты как бы не как Леша, скажем просто, ну там берешь пресеты, а почему ты стараешься разобраться в синтезе звука? Что тебе важно в этом? Вот это вот твоя как бы... Как сказать? Любознательность. Чем она мотивируется? Потому что это процесс обучения. В любом случае, это процесс обучения заставляет меня выйти за какие-то рамки, заставляет меня приобрести новые нейронные связи в голове. Я вот посижу, попыхчу, что-то мне не стоит неясно, что я делаю. Захожу на YouTube и смотрю какой-то туториал. А, действительно, вот так? Но мне нужно побыстрее от этого уйти, чтобы написать музыку. Я должен использовать эти инструменты. Я должен использовать это как инструмент, а не углубляться в синтез, в вейфтейбл, еще чего-то. Это все не имеет никакого значения. То есть ты знаешь какие-то определенные основы и от этого дальше скачешь. Все. Если бери что-то неясно, обратился к тому же самому YouTube, к тем же самым форумам и все. Не нужно заигрываться в это. Как только ты начинаешь заигрываться, ты превращаешься в вот все. У тебя синтез головного мозга начинается. Ты сидишь, синтезируешь идеальную синусоиду. Ну, тренировки, это просто синусоиды. Камон. Потому что дальше я не супергик, который сидит и всеми днями пытается что-то там какой-то звук извлечь. Нет. Для меня так же задача написать музыку, только просто это происходит чуть-чуть подольше. Потому что я такой открыл пресет в синтезаторе. Класс. Но в голове я слышу немножечко по-другому. Есть намек в этом пресете какой-то этот же пресет и о чем-то все равно зацепил. Да, но я видоизменяю. Но чтобы видоизменить, осознанно что тебе нужно? Да просто прочитать инструкцию к этому синтезатору и все. Никаких проблем нет. Я просто буду искать пресет, который мне не понравится. О, оно. То есть я правильно понимаю, что ты используешь как бы изучаешь синтез, чтобы уметь воссоздавать то, что звучит у тебя в голове? по большому счету. Ну, что у меня в целом это все вопросы, которые я мог задать и мне кажется мы неплохо поболтали на тему того, как можно делать музыку, как вообще себя чувствовать в этом процессе. Если у кого-то есть какие-то еще вопросы, камон, давайте спросим. Кстати, давай. 76? Нет, нет. Это его телеграм-канал не артист, а как этого у тебя. Где ты по плагину выкладываешь? DMN вы бьете в телеграме. DMN? Да. Дима, Марина, Наташа. Дефолт мод DMN. Ой, Network. Дефолт мод нет. Дефолт система мозга. Это та система в мозгу, которая позволяет вам принимать информацию в конце дня она обрабатывает и его дает как будто это ваше умозаключение. На самом деле это просто собирательный образ. Есть еще что-нибудь? Потому что у меня есть. Но давайте, может быть, вопросы зала. А чужую? То есть чужую играешь, а свою нет? Опять вопрос с неуверенностью. Крутейший вопрос, потому что я знаю продюсеров, но сейчас уже конечно об этом мы не говорим. Хотя тема актуальная. Очень много продюсеров, у кого и 10, и 15 лет стажа в плане создания и издания музыки. Я не буду как всегда называть имен, и я вот с ребятами говорю, чуваки, вот там условно Вася Икс, у тебя такой крутой музон. Но я каждый раз, когда сам с тобой на вечеринках играю, или куда-то приезжаю, где я даже не играю, но я хотел бы послушать тебя, я прихожу, и ты мне как бы включаешь там Марселя Дэдману, о классно, ты мне кажется, я понимаю это все, но ты же крутой продюсер, я понимаю, ты еще и диджей, но ты же крутой музон пишешь, почему я не могу ни разу попасть на твой лайф, и никто никогда, ни разу, вот как ты сейчас искренне не сказал, да блин, я не уверен в своем музле, я реально боюсь его играть. Все обычно говорят, да что мне там неинтересно, там все, и вот эти все уходят, уходят, и я просто понимаю, что десятки и десятки крутейших музыкантов имеют огромный багаж треков неизданных, которых никто не слышал, и это было бы очень круто на лайве услышать у них это просто, бесконечно можно играть, и никто из них не играет, никто ни разу искренне не сказал, что в них, я считаю так, опять, мой первый лайф был такой, что когда я поставил синтезатор, медиконтроллер и лэптоп, у меня вот так вот руки тряслись, я вообще, ну реально говорю, я просто, у меня три слушателя было, я стоял, я не знал, что делать, мне не алкоголь, ничего не помогает, на следующий раз полегче, на следующий раз чуть-чуть полегче, на четвертый раз хуже, но надо начинать, то есть тут вопрос в том же... Как проводить мастер-класс, если ты боишься людей, не особо любишь с ними общаться, вот я сижу, выпей и выпей два пива, мне кажется, в этом нет слова надо, если ты не можешь или не хочешь это делать, если тебе некомфортно, если тебе некомфортно, зачем это? Главное правило какое? Если ты хочешь писать музыку, пиши музыку, изглай, не выступай, ты же можешь сейчас, мы сейчас можем маленького пинка дать, вот маленький пинок следующий, если ты не сделаешь шаг навстречу своему страху, он тебя поглотит навсегда, то есть, и если ты так и не попробуешь, тебя это беспокоит, раз ты здесь и задаешься этим вопросом, пожалуйста, просто при любом случае, при любой возможности попробуй, не бойся, что тебя не поймут, не бойся, что ты будешь плохо звучать, еще раз говорю, я уже об этом много раз говорю, я начал, там, вокал использовать в треках, я начал выступать с голосом, и то есть, при том, что я выступаю, там, не знаю, сколько лет, я впервые с голосом выступал два года назад, я, я так боялся, меня так колотило, это не можно, это не просто лайф, я вышел выступать, у меня ничего не работало, я пел три трека, я стою в мутоборе, классно мне там, гонорар, условия, люди все меня знают, кто пришел, я пою три трека, и на третьем треке мне из зала, чувак, тебя не слышно, то есть, я с опытом, я уже свою музыку наигрался, я все понимаю, как бы, и вот у меня такая жопа происходит, и что делать, ну, то есть, ты не, ну, никуда от этого не денешься, то есть, еще раз, надо face your fears, это неизбежно, надо это делать, не надо бояться, потому что, ну, потом, если есть желание, если есть вообще внутри такая, как бы, интенсия на то, чтобы играть свою музыку, нужно, как бы, идти и играть ее, если нет желания, не надо напрягаться, да есть желание, если есть желание, да, это из нового, и крайне творческого развития, ты потом станешь, как бы, почувствуешь, как бы себя по-другому, и это тебя вдохновит на другое, понимаешь, next level, поэтому, но если нет, тебе не хочется ее играть, и тебе нормально играть чужую музыку, камон, это норма, мне кажется. Нет, если хочешь и боишься, тогда бойся и делай. Сейчас пока не забыл, потому что уже, ну, такой возраст, альцгеймер, кстати, пока занимаешься музыкой, альцгеймеры, в принципе, не грозит, в меньшей степени, самоирония такая, ребят, вот скажите, пожалуйста, как, такой вопрос, важный, как правильно критиковать чужую музыку, и как относиться к чужой критике на свою музыку? Алексей? Засекаем. У меня сейчас очень много, Джош, постарайся покороче, Я сейчас коротко скажу, и все. Если тебе присылают музыку, для того, чтобы ты ее оценил, просят тебя оценить. Если это какой-то близкий знакомый присылает тебе музыку, ты можешь оценить, у тебя есть определенный, в определенной степени контакт с ним, и ты можешь ему каким-то словам донести. Если вы общаетесь слишком близко, там, через мат и все. либо есть человек, который у тебя, вот тебе малоизвестен, то вот я в таких случаях отвечаю, извините, я не оцениваю музыку, потому что это не совсем корректно, потому что это может убить в человеке желание писать музыку. Вообще слово критика, у меня однозначная позиция, я готов к определенному там, ну, если будут какие-то аргументы мне приведены, я поменяю свою точку зрения, все же день она такая, критикуют те, кто первое, а, завидуют, второе, если на меня не любите, вы просто мне завидуете. Если тебе просят оценить, ну, подожди, это да, но мы говорим, он говорит про критику, в принципе, вы знаете, что очень многие критиками становятся, не в обиду критикам, я не эксперт в критиках, хотя от них много чего слышал, еще раз, очень много так бывает, человек критиком становится тогда, когда в этой профессии, которую он критикует, он не реализовался как создатель, как творец, есть такой факт, не все критики такие, когда ты критикуешь, надо понимать, что мир, извините меня, зеркало, когда ты кого-то, как хочется матом ругаться, когда ты про кого-то что-то плохо говоришь, на бессознательном уровне, ты это проматываешь через себя, ты про себя это говоришь, еще раз говорю, и буду повторять, я знаю миллион людей, которые любили, любят и будут любить, которые ненавидели какую-то музыку, прям до крови в глазах, выступали против существования такой музыки, через три года они признались в любви к ней, потому что, когда тебя очень сильно бомбит от чего-то, когда мне что-то не нравится, неприятный запах в комнате, я же из него просто выйду из этой комнаты, я не буду стоять нюхать и мучиться, если я буду находиться в этой комнате, ковыряться и всем рассказывать, как здесь плохо пахнет, значит меня что-то в этом запахе привлекает, надо это понимать, короче, если вас критикуют, как относиться к критике, значит ваша музыка либо нравится, либо задевает, что задевает, это уже вопрос, если человеку не нравится и не интересно, он пройдет мимо однозначно, если его задевает, значит это ваш будущий фанат, это факт, у тебя в этом плане не вопрос-то был, и самому не надо, не надо никого критиковать, занимайтесь собой, не надо никого критиковать, у меня вопрос про то, как вообще критиковать чужую музыку, кстати, это вопрос ты мне предложил задать, не надо, то есть все-таки, если тебя просят высказать свое мнение, как это сделать так, по поводу высказать мнение, хорошо, я могу привести пример, они присылают на почту человек музыку, говорят, слушай, я вот 900 лет пишу альбом, послушай, пожалуйста, скажи, как тебе музыка, я слушаю и понимаю, слабое, мое субъективное восприятие, она слабое, если я вам сейчас скажу, чувак, у тебя слабый музон, что я ему дам, если ты относительно сильный характер, он может воспринять это как пинок, и действительно, для него это будет старт, пуш определенный, да, если это достаточно слабый человек, вот к внешним реакциям, он может перестать писать музыку, из-за этого, если человек тебе уже присылает музыку, значит, что-то, что-то как-то не так, ну, короче, еще раз, человек спросил твое мнение, а давай вот так, а я чего, ну, я просто вектор, я столб, на который надо ориентироваться, я могу субъективно, на самом деле, сказать, что это говно музыка, она реально крутая, а ему понравится, понимаешь, он десяти человек. Недели назад Леха включает трек, сидя на первом сиденье, говорит, ну, чей трек играет, что? Я такой, ну, начинающий, начинающий, это Ларри Хёрд. Ну, могу сказать, треш-шак вообще, а это Ларри Хёрд, который просто гений музыки, понимаешь, поэтому я, я не надо ни у кого ничего спрашивать, не надо ни перед кем заискивать, ваш показатель, ваше сердце, нравится тебе, когда ты это делаешь, нравится тебе, когда ты это сохраняешь, сохраняй это для себя, даже если тысячи человек скажут, что это говно. Те треки, которые мои были обосраны, многократно экспертами, специалистами, сотнями и сотнями музыкантов были поддержаны спустя годы, а меня это ломало, потому что я слушал авторитеты и говорил, ну я, значит, я лох, я ее ромду делаю. Как только ты создаешь культ личности, кого-то, пытаешься спросить, если ты его уже спрашиваешь, значит, для тебя он у тебя какой-то имеет авторитет, и как только он тебе что-то начинает говорить, что тебе это дает? Какую-то уверенность, но в следующий раз ты становишься заложником этого. Ты постоянно заискиваешь эту историю, или вот, например, ты на пять лейблов отправил музыку, я так не делал, но я к примеру просто привожу, и тебе четыре из них скажут, что это крутая музыка, только один скажет, что это говно, но никто не издаст, и ты вообще что будешь думать? Это все не имеет никакого значения. Ты вообще запутаешься, это единственный показатель ты сам. Это все не имеет никакого значения. Если ты в себе не уверен, если ты не уважаешь свою музыку, то кто ее будет уважать? Я не уверен в себе, я не уважаю свою музыку до сих пор. Я не уверен в себе, но я уважаю свою музыку. Нет, ну я уважаю, конечно, Я правильно понимаю, что окей, как бы критиковать музыку только своих ближайших друзей, потому что... А еще лучше, нет, я... А как критиковать? подожди до врачки лёха такой я хочу послушать по частотам свой трек блин лёх вот это хит вот это классно я критикую это если скажу тебя здесь бочка слишком выпирает и так и критика нет если ты ему говоришь блин чувак у тебя как это очень громкая бочка или вокал слишком это технический аспект это не про то это не критикам у нас мы когда если он скажет что трек говно то уже это уже об смысл но ты уже вопрос восприятия так вопрос опять же камни это не критика это не это просто нравится мне нравится так зачем тогда говорит что говном воняет это никакой пользы не не даст не надо лёг я тебе пришлю два с половиной трека послушай пожалуйста что ты думаешь ничего не думаю трек и трек скажет мне лег скорее всего так то есть что мне это даст ли он скажете по кири это шедевр тебе нужно выпускать а если предположим кирин три месяца занимается музыкой у него реально ничего еще не получается легче скажешь я бы скажу молочи продолжаем дерзай все работой но если он захочет от меня прям вот реальный ответ я скажу чувак сколько ты занимаешься музыкой три месяца сколько ты треков написал пять что ты хочешь от меня да блин просто пиши музыку какую оценку я могу тебе дать за это время это нереально просто ты не прошел даже одного процента пути просто продолжай поговорим попозже все хватит то есть никакой критики да я считаю никакой оценки даже технической нет почему ты можешь посмотри критика я сидел критики если техническом плане спорта в другая вещь мы с тобой еще с ним как лава риф разирую потому что нас уже просят закончить если тебя просят в техническом плане оценить работу как ее оценить так чтоб человек не залез в панцирь и не перестал делать музыку а кто я такой я не у меня нет звукорежискорежиссерского образования я не мастерик инженер в смысле как оценить и ему может казаться я могу лев громкий а ему так надо все классно приведешь уроки кири я вот о чем хочу спросить когда конкретно конкретно сидит не увиливай у меня ученики знают как я веду уроки иногда строк вот вот окей ладно все всем спасибо что пришли надеюсь было интересно вот вам спасибо ребята спасибо спасибо спасибо